Продолжение следует... Научный злобный план Замыслили они, чтобы землю захватить И всех поработить Вот пинкер, вот и мозг Наивный саентизм Несложно объяснить Их дополняет власть Ведь жизнь их удалась Вот пинкер, вот пинкер, вот и мозг Мозг, 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 мозг Бряк, ребят, да, бряк Здравствуйте С вами Александр Шадов Кандидат философских наук Писатель Поэт Антисиентист Абсолютный скептик Да Это я Это я, наверное, вы про меня слышали Если вы на этом канале Наверное, вы про меня что-то знаете Всех я вас здесь приветствую И мы будем разбирать Третью часть книжки Из пяти Ну вообще из шести Но из пяти там на самом деле Потому что шестая часть Она состоит из библиографии Примечаний И прочих других вещей Которые просто Вот отдельное видео на разбор Которых посвящать было бы нелепо На самом деле Вот Ну, соответственно Сейчас будем содержательные вещи Разбирать А все эти не очень содержательные вещи Формальные вещи Да, будем Не будем разбирать мы В целом Ну почему? Ну потому что На самом деле Там просто куча примечаний Куча текста Которые сложно очень анализировать Соответственно Особенно если ты там Не нейробиолог Не когнитивист Вот знаете Можно было бы подкопаться Еще к Пинкеру И сказать, что А, тут еще источники плохие На самом деле Ну, все понятно То есть Пинкер ничего не понимает В нейробиологии Лингвистики И так далее Да В нейролингвистики Нейробиологии Вот это То есть Херни, которую он перечисляет Нейронауки Да Можно было бы сказать Что он ничего в них не понимает Если бы я разбирался Но мы Исходим Из Скажем так Аксиома О том, что Пинкер все же в этих областях Что-то допонимает И, наверное, процитировал Достойные источники И мы исходим Из этого положения Критикуя Пинкера Да Ну Все-таки Все-таки, да Поскольку я сам не разбираюсь В этих дисциплинах Ну, у меня есть определенные вопросы К этим дисциплинам Да Ну, может быть Ввиду того, что не разбираюсь Кстати Не исключено Но при этом всем Ну, я не могу взять И сказать А-а-а О, Пинкер здесь тоже ошибся Пинкер здесь не прав Или, наоборот, Пинкер прав Отличные источники процитированы Пинкер молодец То есть, ничего из этого Я сказать пока не могу А из этого следует Что мы как бы просто Воздержимся от этого И сегодня нас ждет Третья часть Часть человеческая природа С человеческим лицом Ну и, соответственно, поехали. Пинкер пишет. Порядок, вселенный. Да, окей. Но, опять же, во-первых, следует заметить, что задолго до Галилеи и даже Коперника в средневековых университетах обсуждались проблемы Птолемеевой системы. Об этом нам известны из работ Николая Арэма, который сформулировал принцип относительности. Причем принцип относительности очень похожий на тот, который позже переформулирует Галилей, на самом деле. Все зависит от точки отсчета. То есть мы можем представить себе такую, ну, его конечная система, Николая Арэма, это, по сути, релятивизм. Ну, релятивизм, ну, правда, не Эйнштейновского типа, а вот Галилеевского типа. Когда, в принципе, нам не важно, от чего отсчитывать. Если мы можем поставить здесь точку отсчета, мы можем просто посчитать, каким математическим образом, что вокруг чего движется. Да, мол, нам не важно, что и вокруг чего вращается. Важно, что мы можем создать любые системы отсчета, которые при этом удобно использовать. Чем удобнее, тем, наверное, лучше, соответственно. То есть относительно некоторых систем отсчета удобнее брать Землю, относительно некоторых систем отсчета удобнее брать Солнце, относительно некоторых систем отсчета удобнее брать Луну, например, ну и вот так далее, так далее, так далее. Арэм обсуждает обе позиции, предшествующих до него, да, и геоцентрическую, и гелиоцентрическую. Причём для обозначения геоцентрического он в том числе приводит авторов средневековых, то есть он пишет, что есть геоцентристы и гелиоцентристы, вот в Средневековье неожиданно. То есть он приводит не только какого-то Архита Таренского, Архит Таренский известный персонаж, который, наверное, один из первых, может быть, по крайней мере, один из самых основательных сторонников того, что Земля вращается вокруг Солнца. Один из самых популярных таких персонажей, который этим, собственно, утверждением и стал известен в нашей мировой истории. Архит Таренский, но также обсуждаются и персонажи из Средних веков, так что в целом мне видится, что вот здесь автор немножко перебарщивает. Потому что когда Галилей был, а когда были, соответственно, ребята в Средневековье, когда вот Николай Арэм был, то есть много веков, вроде бы дремущее, тёмное Средневековье, как люди говорят. А вот такие проблемы они тогда обсуждали. Коперник здесь далеко не первый. Коперник далеко не первый вставил свои пять копеек в этот вопрос, будучи средневековым, в общем-то, исследователем. Так, но с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, действительно, Галилея посадили под домашний арест, там всё такое. В том числе за его суждение, точно, это да, было. И более того, как я понимаю, относительно недавно по отношению к Галилею, ну, не по отношению к Галилею, по времени по отношению к Галилею, да, были введены, соответственно, законы о том, что, ну, вот за это можно как бы проблем каких-то снискать, за те или иные утверждения. Вот. То есть, здесь вообще очень утонченная история по поводу инквизиции, по поводу того, какие вот суждения, в кавычках, научные, ненаучные можно делать, а какие делать нельзя, и так далее, и так далее. Мне в целом кажется, что атеисты и сиентисты часто преувеличивают масштабы преследования ученых. Мне кажется, это, опять же, да, следствие, опять же, преувеличения этих масштабов преследования. На примере одного Галилея. У Галилея были небольшие проблемы, да, согласен. Всё же пытаются сделать вывод, что, ну всё, христиане просто брали и уничтожали науку под корень. Наука существовала вопреки христианству и вот это вот всё. Хотя, на самом деле, это очень дружественные друг другу институты, неожиданно, на протяжении огромного количества времени. И без поддержки христианства наука никогда бы не достигла тех результатов, которых она достигла. Ну, просто потому, что если бы христианство реально противилось науке, реально уничтожало бы, истребляло ученых, как ведьм, как там, не знаю, еще кого-нибудь. Просто не было ученых. Всё, конец. А так вот, ну, в начале нового времени, да и в конце, да и в конце, огромное количество так называемых ученых, это чуть ли не аббаты, чуть ли не кардиналы сами. То есть, понимаете, в чём дело? У нас, с одной стороны, есть несколько примеров того, как преследовали Галилея, там, да, несколько примеров того, какие проблемы были у некоторых других персонажей, то есть частные примеры. А с другой стороны, ситуация, в которой тотально наукой, ну, наукой или в кавычках наукой, занимаются всевозможные представители духовенства неожиданно. Как это вообще возможно, если науку не любили, преследовали, уничтожали? Ну, вот как-то так, видимо, и возможно. Теологи там всякие, типа Ньютона. Вы понимаете, да, в чём проблема? Проблема не заключается в том, что изначально наука, как таковая, она была слита с христианством. И как Фрэнсис Бэкон обозначает, великий мыслитель Фрэнсис Бэкон, эмпирик, да, как у нас есть книга Бога, да, то есть Откровение, Библия, так у нас есть и книга природы, которую мы должны изучать, соответственно. Вот такая вот метафора использовалась очень часто. И таким образом даже получалось, что физика, физика как таковая, являлась, собственно, способом прочтения данной книги и способом сбежения с Богом, и таким образом даже продолжением христианства некоторым, неожиданным. Вот. И, к сожалению, многие из этих атеистов и сиентистов впускают многочисленные факты, когда тот или иной учёный в прошлом вполне успешно продвигал свои идеи и даже получал одобрение церкви. Чаще всего приводят в пример касть Джордана Бруно, ну, благо, вот, Пинкер про неё не упоминал, но да ладно. Но конкретно Джордана Бруно, честно, вот его сложно назвать учёным, это, наверное, самый странный человек, которого можно назвать учёным. Скорее, мистикам и философам, которые озвучивали некоторые антирелигиозные позиции. Не столько с позиции науки и в сфере науки, в скобочках природы, сколько ошибочно трактовал основные религиозные догмы. Я, конечно, не одобряю касть Джордана Бруно, но лишь хочу подчеркнуть, что его крайне сложно принять за учёного. Ну, у него, может быть, было просто парочка идей, которые хоть как-то созвучны, собственно, современным научным дискурсом, да и вообще с научным дискурсом, да. А так, ну, это какой-то, это мега-супер умноженный в три раза Павел Глоба или какой-нибудь ещё мистик-эзотерик или кто-нибудь ещё своего времени просто. Упс. Но его почему-то называют учёным иногда, вот эти вот атеистики всякие, другие замечательные люди, и говорят, так его сожгли, какой ужас. Ну, действительно ужас, что его сожгли, но тут проблема не в том, что он учёный. Он, скорее, да, такой мистический, около-мистический, около-религиозный философ с очень большим количеством всяких мистических аспектов в своём учении. Его казнь, скорее, звоночек не для учёных, а для астрологов, торологов и прочих эзотериков. Ну, просто потому что он к ним куда более генеалогически, в общем-то, подходит. Поехали. Далее Пинкер описывает цепь бытия, то есть религиозно-астрономические представления средних лет, и говорит. Я думаю, мы сейчас переживаем такой же переходный период. Чистый лист – это сегодняшняя великая цепь бытия. Доктрина, которая принята считать разумной по нравственным соображениям, но вступающая в противоречие с современной наукой. Так какие? Господи, что? По каким нравственным соображениям? Господи, ааа. А вот не чистый лист, да, вот есть противоположность чистому листу – врождённые идеи. Так врождённые идеи-то они чаще всего и говорят о том, что у нас, собственно, есть какие-то врождённые идеи, в том числе моральные. Самая прямая противоположность чистому листу – врождённость наших моральных идей – это, наверное, более нравственная концепция, чем сам чистый лист. Ну, можно, конечно, наверное, согласиться. Опять же, как можно согласиться, если формально никто не говорит «я сторонник чистого листа». Мало кто, мало кто произносит эту формулировку, понимаете, в чём дело? В этом плане Пинкер нас опять как бы за нос водит и обманывает. Мне вот это вот не нравится. Мне не нравятся вот эти попытки Пинкера постоянно всё каким-то образом вывернуть, как-то вот всё вот это вот изобразить как-то не так, как оно было на самом деле. И это странно. Вот. Так, чистый лист, но вступающий в противоречие с современной наукой. И как в веках, следующих за Галилеем, нравственные чувства в конце концов тоже приспособятся к биологическим фактам. Не только потому, что факты есть факты, но и потому, что нравственные заслуги чистого листа не менее иллюзорны. Вот так вот. Будем разбирать. Да, опять же, подчеркну, что проблема заключается в том, что он не понимает концепции чистого листа, а также люди, которым он её вменяет, её на самом деле не придерживаются ни в его формулировке, ни в формулировке Лока. И отсюда сразу становится понятно, что Пинкер обитает в каких-то своих иллюзиях. Вот. Эта часть книги, пишет Пинкер, покажет, почему обновленная концепция смысла и морали переживёт кончину чистого листа. Я ни в коем случае не предлагаю новую философию жизни, словно некий духовный лидер нового культа. Аргументы, которые я привожу, витали в воздухе веками. Их развивали величайшие мыслители в истории. Моя цель собрать их в одном месте и сопоставить с очевидными нравственными вызовами со стороны наука человеческой природы, чтобы мы помнили, что эти науки не приведут к Ницшеанскому полному затмению всех ценностей и пониманию. И понимали почему? А что плохого в Ницшеанском затмении всех ценностей, это раз? А, кстати, да, те, кто не развивали или противоречили им, видимо, не были столь великими и хорошими. Вот если какой-то мыслитель приводил аргумент, схожий с аргументом Пинкера, великий, прекрасный, замечательный, а если вот не приводил, ну, значит, типа, похуже уже сразу. Вот такое вот разделение получается. Ужасно? Ужасно, ужасно, ужасно. Соответственно, как быть? Так вот. И он приводит четыре положения. Четыре положения. На них мы, кстати, заранее ответим, сейчас прочитаю. Если люди от рождения разные, то оправданные подавление и дискриминация. Если люди внутренне аморальные, то бесполезно надеяться на лучший удел человеческий. Если человек продукт биологии, тогда свобода моли миф, и мы больше не можем возлагать на людей ответственность за их поступки. Если человек продукт биологии, жизнь не имеет высшего смысла и цели. Во-первых, следует начать с того, что надо быть полным идиотом, для того, чтобы не признавать, что люди от рождения разные. Кто-то рождается без ног, без рук, без головы, без глаз, слепой, зрячий, не слышащий, глупый, умный, я не знаю. А кто-то еще и богатый рождается. Это, правда, не физиологическое неравенство, но вот вполне так себе. И это известно огромному количеству неидиотов. Но это не оправдывает подавление и дискриминацию. Тут нет никакой логической связи. Да, есть отдельные люди, которые пытаются производить подобные оправдания, но в таком случае надо разбирать конкретно их концепции. Чего Пинкер делать, кстати, не будет. Не будет. Есть люди, которые пытаются взять и из одного привести в другое. Да, всякие там, не знаю, провоки, допустим. Я не знаю. Не важно. Не важно, кто. Вот есть, говорит, мы лучше, значит, мы можем доминировать, значит, мы можем там принижать, значит, мы можем дискриминировать. Разбирай их позицию. Ты не свою продвигай, ты не рассказывай о том, какой твой взгляд классный. Мы и так понимаем, что ты так считаешь. Это как бы по умолчанию стоит. Свой взгляд на мир каждый человек считает, ну, выдающимся. Ну, кроме скептика, конечно. Конечно, самым важным, самым офигенным, самым классным. Нам не нужен просто его пересказ. А Пинкер будет пересказ, он не будет разбирать оппонентов, он не будет их критиковать. То есть, у нас тут выбор, понимаете, стоит. У вас есть два способа, ну, в абсолютной степени, свою позицию продвинуть. Во-первых, опровергнуть все конкурирующие позиции, и то это не доказательство, да, это продвижение именно, это не доказательство. Либо доказать свою позицию. Вот две формы абсолютного продвижения своей позиции. Либо вы должны доминировать над всеми и всех уничтожить, как дешевок. Либо вы должны, соответственно, доказать свою позицию настолько круто, что никаких сомнений в ней не будет. Пинкер не делает ни того, ни другого. Ну, и тем более, вариант с опровержением, он несколько легче, потому что абсолютное доказательство для своей концепции, это что-то из разряда, ну, чего-то невозможного даже, наверное. А, относительно внутренней аморальности, я бы даже сказал, что концепция чистого листа подчеркивает эту аморальность. Внутренняя аморальность может существовать только тогда, когда у нас есть внутренние идеи морали, да. Наличие моральных, генетических склонностей ничего не гарантирует. Но ничего из этого не значит, что бесполезно надеяться на лучшую делу для человечества. Политика всю свою историю разрабатывает методы управления людьми, которые позволяют регулировать проблемное поведение. Возможно, далеко не все методы регулировки испробованы, ну, и дальше будет лучше. То есть, как-то так. Относительно двух последних пунктов солидарен, если брать именно эти формулировки. А вот они у нас. Если человек пройдет биологию, тогда свобода воли миф, и мы больше не сможем возлагать на людей ответственность за их поступки. Да, скорее всего, оно так и есть. Ну, ответственность, может быть, мы не сможем возлагать. Но, правда, это не значит, что мы не сможем их в тюрьму сажать. Как вы понимаете. То есть, если нет свободы воли, если человек неволен поступать так, как он поступает или не поступает, или не поступает так, как он, в общем-то, да, ну, соответственно, никакой ответственности именно с точки зрения моральной ответственности быть не может. При этом юридическая ответственность может наступать вне зависимости от того, является ли человек собственным носителем свободы воли или нет, просто потому что юридическая ответственность это механизм она к морали может быть вообще не привязана ну например нам не хочется что в нашем обществе обитали шизы убийцы негодяи ублюдки и так далее если нам не хочется этого чтобы шизы негодяи ублюдки и так далее обитали вот в нашем обществе там убивали нас насиловали воровали мы просто сажаем их в тюрьму они там сидят можно даже пожизненно кстати уже если ответственности нет они биологически так устроены что они убивают насилуют грабят там еще остальное но тогда пусть сидят там всегда на самом деле просто могут быть изолированы от общества заранее не заранее вопросы преступления а может быть даже и заранее на самом деле если мы сможем предсказывать а кто с большей вероятностью будет насиловать убивать и так далее если мы сможем это делать хотя бы с вероятностью там в 90 процентов может быть имеет смысл отправлять всех этих людей либо в канаде курсы перевоспитания там или еще куда то то есть в целом в целом можно будет ввести какие-то санкции для таких людей еще до того как они совершат то или иное преступление что кстати будет похоже на дискриминацию и подавление это опять же к вопросу о том что дискриминацию и подавление иногда можно даже оправдать вот но да это дискриминация и подавление людей которые в и будут скорее всего убивать грабить насиловать и все вот этого делать это имеется это имеет смысл почему не обязательно им давать такую юридическую ответственность что они будут сидеть пожизненно в тюрьме допустим они будут перевоспитываться до определенного уровня допустим и будут внушаться теле иные вещи допустим за ними будут установлен больше контроль это тоже имеет смысл установить контроль за теми людьми которые более которым более свойственно совершать преступления вот и соответственно чтобы он об этом контроля знал, например, что он, например, не может оказываться в тех или иных обстоятельствах, в тех или иных ситуациях, потому что ему за это будет куда больше проблем, чем обычному человеку. Например, если он окажется рядом с ограблением местом ограбления банка, он будет, наверное, первым же подозреваемым среди всех прочих. Если есть врожденные склонности, если мы полицейские, И если мы знаем, что человек, например, в нём маячок установлен, да, и мы знаем, что он был близко к месту ограбления банка, и странно себя вёл, да, когда ограбление банка происходило, там, бегал туда-сюда, например, ну, явно мешки с деньгами переносил, допустим. Ну, и, соответственно, есть определённые резоны сразу же на этого человека, в общем-то, выходить. Да, это определённо подавление дискриминации по сравнению с остальными, это на 100%, это оно и есть, но при этом всём подавление дискриминации в данном случае являются наиболее эффективными средствами борьбы и предотвращения преступлений. И тут уже вопрос, а что выберет общество? Свободу воли, там, свободу человека, право, там, на его жизнь и жизнь, там, не знаю, свободную, тайную, либо, собственно, предотвращение огромного количества преступлений. Ну, то есть, тут как бы следует запомнить, что вы рискуете тем, что ваши деньги украдут, вас убьют, и ваших дочерей всех изнасилуют, например, и сыновей изнасилуют, всех изнасилуют. То есть, тут вопрос, да, либо свобода, либо потенциально кто-то будет вас убивать, насиловать и грабить с некоторым шансом, с более высоким. Как-то так. И общество, я не знаю, что выберет, конечно, не знаю, из каких соображений оно будет поступать, но всякое может быть. Ну, если человек продукт биологии, жизнь не имеет высшего смысла и цели, но это правда, биологи об этом и говорят, высшего смысла и цели нет, и не существует, и существовать не может. У, собственно, биологии нет высшей цели и смысла, и у человека нет высшей цели и смысла. И продолжить свое потомство не является высшей целью и высшим смыслом. Продолжение потомства даже не является обязательным для отдельно взятых человеческих, в общем-то, организмов. Многие люди сейчас вообще отказываются от всяких вот этих вот ужасных вещей с детьми, не с детьми. Да и я думаю, многие могли бы отказаться, если бы им социально не навязывались такие вот стереотипы, что надо детей, надо детей, надо очень много детей. А биология людям как-то, она не особо помогает это делать. Ну, может быть, в подростковом возрасте, когда у детей там еще гормоны фигарят вот выше крыши, может быть, тогда помогает. Но нам в современном обществе такая помощь не особо нужна, к счастью. То есть, или, да, лучше сказать, к сожалению, она нам не нужна, зачем нам природа в кавычках помогает в этом возрасте. А в возрасте уже постарше, гормоны не так сильно по голове бьют, соответственно, и, соответственно, становится попроще в этом смысле. В смысле человек уже, не знаю, который выше подросткового возраста, уже может задуматься над многими вещами. Причем человек намеренно может использовать контрацепцию и обманывать, так скажем, природу. Причем это не очень сложные способы обмана неожиданно. Так что, честно говоря, да, генетическую теорию вот этих целей я тоже не особо разделяю. Мне она кажется категорически странной. Продолжаем. Пинкер, цитируем. Каждому страху я посвящу отдельную главу. Сначала я объясню, откуда он взялся, какие утверждения о человеческой природе поставлены на карту и почему считается, что они могут повлечь непредсказуемые последствия. Затем я покажу, что в каждом случае логика ошибочна. И для подобных выводов нет оснований. Но я пойду еще дальше. Дело не в том, что концепция человеческой природы менее опасна, чем многие считают, а в том, что отрицание человеческой природы, возможно, даже более опасно. Поэтому совершенно необходимо исследовать утверждение о человеческой природе объективно, не оказывая морального давления ни на одну позицию и выяснить, как мы можем жить с этим знанием, если оно окажется верным. Ну, кстати, я почти уверен, что относительно последних двух пунктов Пинкер просто подменит понятие и будет говорить не про высший смысл и высшую цель, а просто про какой-то смысл и просто цель. Наверное, будет как-то так. Хотя я уже заранее знаю, что там будет, но это я просто прописал уже, да. И тут вот оно. Страх неравенства. Oh my God. Страх неравенства. Ой. Ой, боюсь, 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 боюсь неравенства. Какой ужас. Величайшая нравственная привлекательность доктрины чистого листа рождается из простого математического факта. Ноль равен ноль. Ой, господи. Это позволяет чистому листу выступать в качестве гаранта политического равноправия. Господи, какие примитивные представления у Пинкера про эти чистые листы, про равенство и так далее, так далее, так далее. Концепция равенства, она обычно не означает, что буквально равны. Это не означает, что вы буквы литера или короче равны, что у вас там одинаковый рост, вес, интеллектуальные способности и все остальное. Чаще всего концепция равенства означает, что вы в правах своих равны, типа. Если лист пуст, значит он пуст. Не значит, что он пуст. Лиза, у листа разные формы могут быть. Там, не знаю, разные механизмы работы разума. Там, разная их сила, мощь и так далее. Врожденность, неврожденность. Если лист пуст, значит он пуст. Так что, если мы все чистые листы, мы все следовательно равны. Нет, не следовательно, чел. Чел, не следовательно. Слепой человек, чистый лист. Там, не знаю, зрячий человек, чистый лист. Оба чистые листы, как бы. Оба чистые листы. Алло. Алло, подумай об этом, пинкер. Кто-то лучше видит, кто-то хуже. Оба чистые листы были бы в концепции лок. Просто по-разному опыт поступает несколько. То есть, а кто-то более крут в восприятии, в общем-то, разных опытных штуковин. Но если лист новорожденного не пуст, то у разных детей на листах могут быть написаны разные вещи. Люди разного пола, класса и расы могут с самого начала отличаться талантами, способностями, интересами, задатками. И считается, что это может привести к трем губительным последствиям. Если качество самого листа мы тоже считаем за его заполненность, то никто не пуст даже по локу. Кто-то рождается слепым, кто-то глухим, кто-то высоким, кто-то низким. Из этого напрямую следует, что всегда есть такие качества этого листа, которые влияют на восприятие. Кто-то лучше видит, кто-то хуже. Кто-то лучше слышит, кто-то хуже. Это очевидные факты, избегать которые разве что может крайне недалекий человек. В любом случае нет никакого абсолютного нуля в человеке. И проблема не в чистом листе. Проблема в том, что у нас очень много врожденных отличий, которые никто не будет оспаривать. Ни социологи, ни психологи. Пинкер же не понимает, что концепция чистого листа, ну собственно, это прежде всего ввод, соответственно, не про содержание. Опровергая чистый лист, Пинкеру прежде всего нужно приводить в качестве основных примеров такие вещи, идеи, в общем, идеи, там, не знаю, бог, мораль, что-то еще. Причем не предрасположенность какой-то моральной системе, не предрасположенность какой-то религии, а именно что наличие внутри человека уже конкретных религиозных представлений. В прямом смысле, там, бог есть, есть троица. Там, не знаю, убивать нельзя, там, не знаю, вот просто вот тут просто нельзя и нельзя. Не предрасположенность к тому, что человек испытывает какое-то негодование, когда кто-то убивает, да, нет, все фигня. Чтобы прям вот было убивать нельзя в голове каждого человека. Прям вот постоянно идея эта крутилась, убивать нельзя, убивать нельзя, убивать нельзя. Ну, нету в голове человека таких тормозов. Врожденных идей в этом плане, в принципе, вообще не существует. Мое собственное мнение, кстати, что в случае наиболее обсуждаемой расовой разницы, разрыве в коэффициенте интеллекта между черными и белыми американцами, современные данные не требуют генетического объяснения. Томас Сауэллс документально показал, что на протяжении 20 века этническая разница в IQ правила, а не исключение для любой точки планеты. Представители меньшинств, лишенные доступа к общей культурной среде, обычно имели более низкий средний IQ по сравнению с большинством. Ну, вы посмотрите. Очень много неочевидных вещей по Пинкеру требует генетического объяснения. Но конкретно разница в IQ не требует. А почему? Потому что иначе расизм. Удобно? Удобно. Удобно, ребят. Ты вообще на самом деле уверен, что всяких нюансов, которые Пинкер не учитывает, и которые вообще никто не учитывает, когда рассуждают на подобные вещи, включая даже некоторых конкретных специалистов, их просто очень много, слишком много. И все опытные данные нормально подвести под одну единственную конву практически невозможно. Просто потому что данных много, данные разнообразные, исследования с разных сторон ведутся. Одни исследования популярные, известные, замечательные, которые берутся всякими Пинкерами. Другие исследования менее популярные, менее успешные, менее авторитетными людьми сделанные, но от этого не менее истинные, не менее соответствующие предметы исследования имеются в виду. Вот. Ну и соответственно, то есть опять же, этот самый IQ, не IQ, ой, ой, короче. Ой, а тут оказывается нет генетического объяснения. Ничего себе, ничего себе, вау. Опрос Пинкера. Итак, могут ли открытия в биологии оправдать расизм и сексизм? Ни в коем случае. Доводы против нетерпимости – это не фактическое осуждение, что люди биологически неотличимы друг от друга. Но тут вообще смотря какие открытия. Пинкер всё же хитрит, пытаясь сказать, что биология в принципе не может оправдывать расизм и сексизм. Иначе начнём уже хотя бы с того, что в среднем мужчины сильнее женщин, а также выше и имеют большую массу. Как следствие, уже этим фактором можно оправдывать сексизм, если мы придерживаемся подобной позиции. И люди действительно так и оправдывают, на самом деле. Это уже совсем из очевидного. Ну, например, не знаю, женщина слабее, значит, она не имеет привилегии служить в армии, например, привилегии. А если она не имеет привилегии служить в армии, женщина не должна иметь никакого влияния на то, чтобы принимать военные решения, например. Да и вообще голосовать не должна, потому что она не должна голосовать за человека, который непосредственно может принимать решения в области военки, например. Например, президент. То есть, по-хорошему, по-хорошему, женщина, которая не служит в армии, в принципе, не должна иметь право голоса. Потому что она может привести к власти человека, который устроит какую-нибудь войну ненужную, допустим. И, соответственно, если она это сделает, то это будет мужа убийство, соответственно. А мужчина, поскольку он рискует на войне, проходит через военную службу и так далее, он имеет право на этот голос, соответственно. Конечно, тут могут быть свои проблемы, этих мужиков можно убедить там и всё такое. Но всё-таки этим же мужикам и умирать по преимуществу. На войне так, что они пусть сами и решают, воевать, не воевать, и кого выбирать. Выбирать того, кто может принимать решения военного характера. Понимаете, в чём дело? Вот такой логикой очень часто пользуются люди, которые выступают против равенства и за сексизм. И в этом что-то есть, на самом деле. Нет, конечно, мы можем женщин тоже в армию отправить, они тоже могут служить. Но просто пользы от них там будет несколько меньше, соответственно. Они и вес меньше могут переносить вместе с собой. Они, собственно, вряд ли будут бегать в полное обмундирование достаточно эффективно. Ну, нюансов много. Нет, конечно, огнестрельное оружие несколько выравнивает мужчин и женщин. Конечно, несколько выравнивает, всё хорошо в этом плане, а не то, чтобы тотальный противник наличия женщин в армии. Но, мне кажется, не совсем до конца выравнивает. Просто какой-нибудь полк женщин против полка мужчин, мне кажется, очевидно, кто будет победителем в данном случае. Ну, просто потому, что мужчина может переносить куда больше веса, следовательно, больше оружия, больше обмундирования. Потолще надеть на себя бронежилет, автоматы, кучу пуль с собой взять, соответственно. Много магазинов для автомата может с собой взять, ну и всё, поехали, соответственно. И вот отряд мужчин, скорее всего, победит отряд женщин, просто потому, что у него будет больше ресурсов. Потому, что мужчины больше ресурсов могут на себе нести, соответственно, вот почему. Уже вот такие вот физиологические штуки, они делают большое и сильное расслоение. И в этом плане, и в этом плане, конечно, мы сталкиваемся с кучей разных нюансов, которые нередко продвигают провоки, рассказывая о неравенстве и прочих замечательных вещах, ужасных точнее вещах. Но эти вещи, они имеют, в общем-то, некоторый смысл. И говорить, что одно из другого, ну, вообще никак не следует, ну, это лицемерие на самом деле. То есть, если вдруг неожиданно окажется, что женщины тупые, у их IQ там в среднем ниже, чем у мужчин, может быть, их даже образовывать, причём окажется, что IQ их значительно ниже, чем у мужчин в среднем, да, то вообще их образовывать, может быть, смысла даже не имеет. Ну, а какой толк, если женщина не станет выдающимся учёным и выдающимся специалистом в какой-то области? Допустим, а вдруг оно так получится? Я не думаю, что оно так получится, но вдруг. Просто нам говорят, что могут ли открытия в биологии оправдать расизм и сексизм? Ни в коем случае, да нет, могут. Вот в этом и проблема. И проблема заключается в том, что почти каждый провак, который пытается оправдывать расизм и сексизм, он как раз апеллирует к биологии. Но просто проблема чаще всего заключается в том, что этот человек не знает в биологии ничего и неправильные данные приводит, какие-то предвзятые статьи добывает. Это да, это правда, но это как раз и говорит нам о том, что в принципе могло бы такое быть, если бы вот конкретные открытия совпали с мнением такого вот какого-нибудь консервативного сообщества. Понимаете, в чём дело? Это можно было бы использовать в качестве аргумента для введения дискриминации и сексизма. Продолжаем. Концепция человеческой... Причём я не поддерживаю ни дискриминацию, ни сексизм дополнительно. Вот здесь ещё подчеркну. Концепция человеческой природы далека от поощрения дискриминации. Напротив, в ней причина нашего противостояния дискриминации. Но это ложь. Почти каждый человек, который занимался дискриминацией на базе пола или расы, пользовался концепцией человеческой природы. Да, только своей собственной. И даже в меру своих знаний пытался апеллировать к науке. Я бы мог согласиться с тем, что в данном случае наука не виновата, и она нейтральна ко всем этим спорам о лучшей расе или первом поле. Пол, в смысле пол, вы поняли, да? Не пол лавы, а пол женщины-мужчины. Но я соглашусь с тем, что наука это причина нашего... Но я не соглашусь с тем, что наука это причина нашего противостояния и дискриминации. То есть, да, тут важно. Вот важно это подчеркнуть. Что, в принципе, люди, они постоянно апеллируют концепцией человеческой природы. Вот вы там что-то выяснили, там, учёные, какую-то концепцию, да, дополнили человеческой природы. Там, не знаю, мужчины выше женщин. Сильнее, лучше, там, красивее, там, вся вот эта фигня. Самцы, они там, всё, да, красивые, классные, замечательные. А самки всегда это уродливые, неказистые, там, создания, да. Ну, допустим, как-то у млекопитающих бывает в биологии. Вот у нас концепция человеческой природы. Ну, всё, поехали. Уничтожаем. Дискриминируем, как говорится, на этой базе вообще без проблем. Все эти биологические данные, особенно, когда какой-то перевес, какую-то сторону наблюдается, очень легко в аргументации используют концепцию человеческой природы. Иногда в правильном русле, иногда в неправильном русле. Потом Пинкер, цитатами «великих людей», в кавычках, пытается убедить нас в том, что открытия в науке не ведут к дискриминации. Но даже это не поддерживает его тезис о том, что наука противостоит дискриминации. Опять в голове Пинкера сказочная наука, которая является своеобразным суперменом, который всегда и всё делает хорошо, а все остальные просто ему завидуют. Такая мега-мега классная, красивая, добрая, хорошая, святая наука. Можно даже вот эту вот вещь использовать. Saint Science. Святая наука. Всегда она хороша. Что бы не делалось в науке, какие бы открытия не происходили, всё хорошо, всё на благо человечества, всё на благо морали. Понимаете? То есть открытия внутри науки не могут быть аморальными. Причём неважно, какую мораль мы следуем. Следуем, там, не знаю, консервативной морали, современной там левой морали. Вообще просто без разницы. Просто абсолютно без разницы. А наука и там, и тут. Она везде всем пользу приносит. Она молодец. Ещё более того, она ещё больше молодец, чем вам кажется. Потому что на самом деле внутри неё-то скрыты такие моральные залежи, что при их открытии просто вообще сверхблаго на всех польётся. Как бы не стоит об этом забывать, друзья. Не стоит об этом забывать. Великая святая наука всегда во всём права и всегда всех во всём будет поучать. И она ничего нигде плохого никогда не защищает. Запомните. Это реально какой-то культ, что ли. Это риторика, на мой взгляд, очень похожа на христианскую риторику про все благого Бога, который всегда хорош, всегда всё делает правильно. Всегда и везде молодец. А почему здесь плохо? А вот пути Господни неисповедимы. А почему ядерное оружие применили в Японии? А вот пути науки неисповедимы. Вообще-то не учёные применили, а политики вообще-то. Да, просто перекладывают ответственность сразу, если что. Если по вине учёных произошла какая-то ужасная трагедия, сразу же ответственность перекладывают. Ааа, это делали не сами учёные, это всё политики. И здесь политики, и здесь политики. А здесь просто вообще какие-то эти... мусульмане какие-то религиозные захватили оружие и взорвали там, не знаю, вселенную. Ааа, это не мы, это не учёные. Всё нормально, всё хорошо. И так просто всегда, так на каждом этапе. То есть все просёры науки, учёных, там из современного прогрессивного общества, они просто скидываются на других людей. Как будто бы было не очевидно, да, что при создании ядерной бомбы её будут применять как оружие. Типа учёные сидят такие, ну вообще не очевидно, вообще не очевидно, да, что это будет ядерным оружием. А абсолютно не очевидно. Вот такие вот тупые учёные, видимо, такие блаженные, такие вот абсолютно ничего не понимающие в жизни, вот такие вот они странные, видимо. То есть идиоты, буквально идиоты, в буквальном смысле идиоты, умственно неполноценные учёные. Представляете себе, получается. А как иначе? Как иначе себе это представлять? И ответственность научное сообщество ни за что не несёт никогда. За всё плохое не несёт. А вот ответственность за всё хорошее, ну, конечно, несёт, конечно, всё, что так или иначе за уши можно к науке притянуть сразу, опа, а мы тут практику вам придумали хорошую, полезную, опа, а наука компьютер изобрела тоже за уши, так притягиваем сильно, оп, там, я не знаю, ещё что-нибудь сделали. А вот это вот везде, вот у сиентистов такая структура рассуждений везде наблюдается, из всего плохого наука выгораживается, из всего хорошего наука во всё туда пытается вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот- тысячный, миллионный. Это такой вопрос, который наука вообще в принципе не должна решать, потому что вообще, не знаю, нравственно-политическая тема, в принципе, здесь ученым делать нечего, отдыхайте, спите, да. Кстати, да, дальше Пинкер, противоречивая себе, начинает писать, что некоторые формы дискриминации допустимы. Например, возрастная, половая и этническая, но только лишь применимо к случаям. Например, лучше брать в качестве няни женщину, потому что мужчина может изнасиловать ребенка. Есть рассуждение о том, или рассуждение о том, что особое внимание к арабам в годы террористических терактов было вполне обосновано. Но если это Пинкер называет дискриминацией, то что в ней, в общем-то, плохого? То есть, само слово дискриминация тогда не является чем-то плохим. Пинкер, получается, оправдывает дискриминацию. Я отчасти его, кстати, поддержу, я не вижу как таковой дискриминации ничего плохого, особенно если мы можем взять и предварительно повлиять на какие-то события. То есть, например, сделать так, чтобы кто-то не убивал, не насиловал, не грабил. Если есть большое сообщество, которое убивает, насилует, грабит, наверное, за ним нужно пристально, в общем-то, присматривать за ним нужно пристально, вот так вот смотреть в трубу. А если это еще генетически обусловлено, нужно принимать меры заранее, чтобы этот человек имел меньшее количество возможностей и шансов кого-то ранить, кого-то убить, кого-то изнасиловать, соответственно. Вот. Также, да, если наука вдруг выяснит, что темнокожие хуже справляются с обучением, то почему бы не перестать тратить ресурсы на их обучение и не отправить их туда, где они смогут лучше себя проявить? Ну, то есть на плантации. А, стоп, это, кстати, да, подождите, не мое мнение, но вот к вопросу. Если вдруг реально выяснится, если наука вдруг выяснит, да, здесь условия, здесь условия, вот-вот очень плохо справляются. Очень плохо справляются. Вот, смотрите, допустим, да, вот было бы так, что темнокожие хуже себя показывали бы в спорте. Что бы с ними было? Мы бы их в спорт, скорее всего, не допускали бы, да? Если бы каждый темнокожий был плохим баскетболистом, плохим лыжником, плохим гонщиком, плохим гимнастом, хуже белых людей, соответственно, хуже лучших среди белых, да? То есть, если бы ни один темнокожий не мог достичь высших достижений, мы бы, соответственно, ни один темнокожий бы не принимал участие в Олимпиаде. Ну, например, да? Нафиг он нам нужен? Да и, соответственно, было бы крайне невыгодно отбирать в спортивную школу, особенно высокого уровня, какого-нибудь темнокожего мальчика, просто потому что, а какой в этом смысл? Все равно он никакого спортивного достижения не получит. То есть, да, тратить на него деньги, ресурсы и время тренеру в школе спортивной нет никакого смысла, соответственно. Ну, еще тогда, соответственно, он не будет заниматься тем или иным видом спорта на высоком уровне. Конец. То есть, если для каждого темнокожего предел это, например, мастер спорта или кандидат в мастера спорта, и выше он подняться не может, все, в принципе, для них большой спорт становится закрыт. Он не нужен просто становится для темнокожих, все, темнокожие идут лесом. То же самое и с образованием, да, то есть, мы можем сказать, если образование высоких достижений закрыто для темнокожих, допустим, вдруг так окажется, научно-биологически, то нет никакого смысла тянуть темнокожих за уши, просто потому что, ну, они не смогут, а не смогут подняться до определенного уровня. У них есть определенный, допустим, есть определенный интеллектуальный потолок. Я думаю, его нет. Вот, и вот лично я думаю, что этого потолка нет. Но если вдруг так окажется, то мне кажется, в таком случае, оправдание дискриминации по уровню интеллекта, по способностям, по физическим способностям, оно плюс-минус допустимо. И более того, общество сейчас имеет примеры таких дискриминаций в огромном количестве областей, да, то есть в спорте, например. Спорт это вообще самая дискриминационная, в общем-то, сфера. Вот там, где лучше, там они лучше и попадают. Спорт это чисто такая вот, поживает реально сильнейший в том или ином виде спорта. Причем именно не наиболее приспособленный, да, не наиболее приспособленный, а именно сильнейший, быстрейший, не знаю, наиболее гибкий, наиболее, там, не знаю, техничный. То есть в спорте побеждает лучший вообще-то, да. И поэтому там нет никаких возможностей взять и, соответственно, унизить, не знаю, великих спортсменов, которые всю жизнь свою тренируются и имеют выдающиеся задатки. И на их место поставить каких-нибудь, там, я не знаю, по квотам Afro-Americans, допустим. Хотя, опять же, негров тоже много среди спортсменов, потому что, ну вот, вот как раз с точки зрения физики, да, темнокожие очень часто очень неплохи. Да. Пинкер просто рассуждает с точки зрения целесообразности и разумности. Ведь мы можем представить, что наука получит именно такие результаты, которые вполне будут противопотворствовать дискриминации целых раз. Мы можем не допускать темнокожих к образованию, как не допускаем подростков, не достигших определенного возраста, к автомобилю. Это тоже пример с книжки Пинкером, да, про автомобиль. То есть, это пример его дискриминации, в том числе. Ну, пишем. Таким образом, чистый лист – необязательное условие для борьбы с сексизмом, расизмом и социал-дравинизмом, убеждением, что бедные и богатые заслуживают своего статуса, и, следовательно, мы должны отказаться от всех принципов экономической справедливости в пользу политики и абсолютного невмешательства в экономику. Чистый лист – необязательное условие для борьбы с сексизмом, расизмом и социал-дравинизмом. Это я согласен, это очевидно. Ну, я тоже считаю, что чистый лист не является сильным аргументом в пользу защиты от дискриминации, потому что чаще всего разница касается функций самого листа, а не его содержания, принципов и конкретных убеждений. Те люди, которые защищают свою позицию с помощью чистого листа, принципиально неправы, да и лист, видите, по Пинкеру-то он не чистый. Да и это очевидно было, если мы берем то определение чистого листа, который Пинкер нам хоть и не дает, но мы его можем вывести. Вот. Ой, пойдем к Нозику теперь. Позаимствуем примеру философа Роберта Нозика. Предположим, миллион человек готовы отдать 10 долларов, чтобы услышать, как поет Повороте, и не хотят платить 10 долларов, чтобы послушать, как пою я. Частично причина в том, что мы с Повороте отличаемся генетически. Даже в абсолютно справедливом обществе Повороте станет на 10 миллионов богаче и попадет в экономическую страту, куда меня мои гены не пускают. Но то, что большие награды достаются людям с большими врожденными способностями, есть другие люди, готовые платить за плоды их таланта. Грубый факт. Ну, вот здесь я буду сейчас разносить, конечно, Нозика. Только вот, к сожалению, нет никакого универсального таланта, который бы всегда и во всех обществах гарантировал бы славу и почет своему носителю. Помимо того, что нужно иметь врожденную предрасположенность для ведения того или иного типа деятельности и развиваться в ней, необходимо еще и то, чтобы в том или ином обществе культивировалась важность этого таланта. Понимаете, да? Например, спорт. До определенного времени никакого реального спорта высших достижений в мире просто не существовало. Люди с физическими талантами, так скажем, могли показать себя разве что в военном деле, но чем лучше становилось вооружение, тем меньше была разница между физически одаренными людьми и нет. То есть, да, какая вам разница, насколько круто вы бегаете, насколько много вы подтягиваетесь, обжимаетесь и так далее, если вас просто могут застрелить. Я уже с женщинами пример выше, конечно, приводил, да, что все же определенного уровня недознача по нормативам, по силе, по выносливости и так далее, это, конечно, все же плохо. Потому что может повлиять на то, насколько много или мало вещей вы с собой потянете во время всяких военных действий. Но после определенного уровня, в принципе, становится не так уж и важно. В принципе, средний мужик может утащить за собой большое количество вооружения. Этого будет достаточно, чтобы перебить достаточное количество спортсменов, так скажем, тоже вооруженных. Тоже и с музыкой следует заметить. Кстати, важно еще не забывать, что у вас может быть талант, но не может быть никакого подсчета в обществе. То есть, вы можете петь как в повороте, но 10 долларов за это не получать, например. Уже есть в повороте, в повороте разрекламирован, в повороте известен. И в повороте дают 10 долларов, чтобы услышать, как он поет. Вам никто не дает. Все. Обычная ситуация в мире. Особенно, когда речь идет не столько про музыку. Музыка здесь еще более-менее, знаете, используема. То есть, если в повороте получает 10 долларов за то, чтобы вы могли его послушать, да? Вы даете 10 долларов. Такой-нибудь человек, который поет как в повороте, ну, наверное, в музыке мог бы использовать свои таланты, чтобы получить 1 доллар. За то, чтобы вы могли его послушать, да? Например, переодеться в повороте и спеть как он, ну, например, да? Просто потому что в повороте это бренд. Ну, опять же, здесь не учитывается брендирование разного рода, популяризация, всякие механизмы моды. Просто люди взяли и проигнорировали. Их нозик просто взял и проигнорировал все это. Привел в качестве примера в повороте, а в повороте в данном случае это просто, знаете, ошибка выжившего. Ну, как ему просто повезло. Нет, ладно, ему не просто повезло. У человека есть таланты, он их развивал. Он очень много работал над этим. Но ему именно что повезло в том плане, что из огромного количества людей, которые могут петь как в повороте, именно он стал в повороте и зарабатывает в кавычках 10 долларов с одного человека. В кавычках, да? Мы не знаем, сколько он зарабатывал. Соответственно, зарабатывал, короче, вы поняли. Вот. А вот какой-нибудь клон в повороте, ну, 1 доллар может зарабатывать. Хотя поет абсолютно, допустим, так же. Допустим, так же поет. Это нормальная ситуация в жизни. Ну, более того, если мы сейчас про музыку будем говорить, да, тут вообще все не очень честно, все же все равно становится. Но с музыкой мы хотя бы можем, да, рассчитывать на 1 доллар с 10, если мы будем копировать в повороте. А вот в писательском ремесле уже вообще не так. То есть вы ноль зарабатываете. Будучи писателем, не знаю, круче Достоевского, Толстого и так далее, вы можете зарабатывать ноль. Потому что никому это особо не интересно будет. Потому что, ну, должны сработать определенные механизмы моды. Должны сработать определенные механизмы того, чтобы ваш бренд как бы вынес вас вверх. Есть люди, обладающие невероятными талантами в, не знаю, объединении слов и создающие прекрасные стихотворения. Но они не становятся популярными, понимаете, просто потому что они умеют это делать. Таланты так или иначе, да, плюс-минус обусловлены предрасположенности, я бы даже сказал. Предрасположенности обусловлены генетически. То есть человек с маленьким объемом легких никогда не станет в повороте. Нет, объем легких можно развить, но просто, опять же, если у вас он изначально не очень большой, из этого напрямую следует, что, ну, он, наверное, даже разовьется не так хорошо, как он мог бы развиться, если бы был изначально большой, у вас потенциал тренировочный для легких тоже высокий, допустим. И вы, соответственно, можете перерабатывать огромное количество воздуха и потом, как в повороте, просто вот выдаваться невероятные штуки. Потому что, чтобы петь как в повороте, нужно иметь очень неплохие физиологические данные, в том числе, неожиданно, да. То есть кто бы мог подумать. Если человек здесь в данном случае выступает как музыкальный инструмент, ну, не каждый музыкальный инструмент, который является человеком, будет хорош, одинаково. Потому что у разных людей разные физические способности, разная физиология. Исходя из этого, ну, мы тоже будем разность фиксировать. Но это все равно ничто не гарантирует, что ваш талант так или иначе окупится. И то, что большие награды достаются людям с большими врожденными способностями, это ложь. Это ложное заключение. Нозик абсолютно не прав. Нозик заблуждается. Нозик лжец. Нозик ничтожества. И мы сейчас еще раз опровернем это таким образом. Пока мы культивируем субъективную важность того или иного исполнителя, за нее будут платить. Понимаете, в чем дело? Культивируем субъективную важность. Но также платить могут и за любое пение или даже речитатив, если это принято в культуре. Например, Поворотти будет получать 10 долларов, а человек типа Джастина Бибера будет получать 100 долларов. Притом понятно, кто поет лучше с точки зрения оперы. Но Джастин Бибер получает больше денег. За музыку. То есть он монетизирует музыку лучше, чем Поворотти. Моргенштерн будет получать больше, чем какой-нибудь оперный исполнитель, который поет на уровне Поворотти. Причем, скорее всего, Моргенштерн и получает больше, чем почти все исполнители оперы. Может быть, кроме самых-самых-самых-самых известных. Понимаете, в чем дело? И наш современный мир разъебывает Нозика только так. Нозика просто уничтожают в этом его рассуждении. Просто не оставляют ему никаких шансов. Наш мир... Мы живем в мире, в котором практически все уже наоборот. То есть, в принципе, плохие писатели могут получать много денег. Писатели, которые плохо пишут, неинтересно, какие-то скучные сюжеты, какие-то ебанутые попаданцы везде вокруг, там Исикая, там вот это вот все. Причем, самые банальные, самые глупые Исикаи, вот они про них пишут, вообще невыдающиеся какие-то авторы, и они получают нормальные деньги. Хоть Гарри Поттер. Гарри Поттер, я не считаю, что плохая книга, но она, ну, типа, чуть-чуть выше среднего. Там, с точки зрения литературы, на английском. Я читал на английском, ребят, простите, да, я не очень много книг прочел на английском, но я всего Гарри Поттера на английском прочел. Она очень простая. Там у персонажей буквально одни и те же слова, там типа, бриллиант, 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 они постоянно вот это вот повторяют. То есть, очень скромный словарный запас у нашей, в общем-то, товарищенессы Роулинг. В этом плане, ну, это детская книжка, с другой стороны, конечно, да, и оценивать ее по количеству словарного запаса, может, не вполне уместно, но даже в этом плане. Явно Гарри Поттер это не высочайшая, сложнейшая литература, которая рассказывает про самые тонкие переживания людей. Понятно, что мастерство для написания Гарри Поттера нужно, ну, чуть-чуть выше среднего, соответственно. Нормальное, но чуть-чуть выше среднего. При этом Роулинг одна из самых знаменитых, известных, окупаемых, богатых писательниц в мире. Людей, которые пишут как Роулинг, у нас в России дофига, и в Англии дофига, и, не знаю, в мире их очень много. Но она миллиардерша, понимаете, в чем дело. И дело, и все ее вот это вот качество, все ее качества, это в основном субъективное, собственно, нарабатывание собственной важности. То есть, это ее бренд на самом деле. Так получилось, что вот для нашего времени, для нашей эпохи, Гарри Поттер, про него и фильмы были сняты, и книжки издавались, и в России они переводились. И для многих людей сейчас это как бы такой символ ностальгии. Произведение неплохое, но и непрекрасное, там, не мега замечательное, это не супер, мега, нереальная литература. Это что-то вроде Дарьи Донцовой для магов, про Мари, Дарья Донцова для магов, короче, да, про магов, который пишет про магов. Ну, как-то вот так вот. И в этом плане, честно говоря, нету никакого, в общем-то, толка в современном обществе говорить о том, что большие врожденные способности гарантируют большие награды. Нозик абсолютно здесь заблуждается, это тотальное заблуждение, опровергнуть которое очень-очень-очень сильно легко. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что какая-нибудь эстрадная певичка или певец поют технически хуже Повороттия. И для того, чтобы петь как эстрадная певичка, нужно значительно меньше физиологических данных и талантов, чем так, чтобы петь как Повороттия. Понимаете, в чём дело, да? Но Повороттия получают по сравнению с некоторыми эстрадными певичками значительно меньше денег. Как-то так. Нет, конечно, вы можете придумать, что здесь окупаются другие таланты, ведь эта певица, например, Бьонсе, может одновременно и петь, и танцевать, например. А, вы так можете? Ну, понятно, что она под фанеру, скорее всего, танцует. И понятно, что, ну, танцевать может. Повороттия не может танцевать. Иногда и платят за танцы. Ну, давайте сравнивать тогда Бьонсе с лучшими танцовщицами мира. Является ли Бьонсе лучшей танцовщицей во вселенной? Вопрос. Чтобы получать кучу денег за то, как она танцует? Нет! Не являя... Ответ простой. Нет, не является. Она не является ни лучшей певицей, ни лучшей танцовщицей, и даже, наверное, ни лучшей певицей плюс танцовщицей в мире. Понимаете, да? Но получает кучу денег за это. Несопоставимо больше, чем лучшие танцовщицы и лучшие певицы и лучшие танцовщицы плюс певицы в мире. Вот как-то вот так. Мир наш несправедлив категорически в этом плане. Распределение денег идет абсолютно странными образами. Люди тратят деньги абсолютно на все, что угодно, на кого угодно, слушают все, что угодно и как угодно, и делают вообще что угодно. Деньги распределяют как хотят и имеют на это право, соответственно, все свободны это делать. И, к сожалению, все эти таланты они не окупают. Большинство талантов просто не окупается, простите. Это правда жизни. Вы великий поэт, хо, во-первых, поэтию сейчас мало кто читает. Во-вторых, 95% поэтов это бездарные идиоты, которые пишут на уровне новичков и никак не совершенствуются. А другие 5 поэтов, хороших, котируемых поэтов, да, ну это, короче, ну повезло пацанам, круто. Но просто так, как вот эти 5% пишут еще сотни тысяч людей, ладно, ну да, сотни тысяч, даже, наверное, сотни тысяч людей, которые не получают за свою работу абсолютно ничего. Ноль, ноль, короче. Люди с одинаковыми талантами и достижениями, я по достижениям имею в виду не количество напечатанных и проданных экземпляров книг, а именно уровень написания текстов, да. То есть, огромное количество людей, которые пишут стихи на одинаковом уровне, то есть, могут использовать разные сложные рифмы, могут с ритмом играть хорошо, умеют дотрагивать интересные и важные темы, уникальные, да. Вот такие, по таким параметрам, огромное количество людей, которые пишут на одном хорошем, великом, может быть, даже уровне, очень много людей. Ну, может быть, не сотни тысяч, ну, тысячи, тысячи, допустим, да. То есть, несколько тысяч людей в России только одной уже может писать на уровне, ну, очень высоком, высококлассном уровне, понимаете. Но среди популярных поэтов в основном смрад какой-то и мусор, люди, которые даже слова с большим трудом умеют составлять. Шизофазия у многих людей, там, среди них, там, Оксимирон и там всякие, Оксимирон, правда, не поэт, но он служит кумиром для, например, там, всяких Арчетов, Стефаний, Даниловых и так далее. То есть, понимаете, человек с шизофазией служит, соответственно, кумиром для других поэтов с шизофазией. И это довольно странно. Вообще, в принципе, если у вас шизофазия и вы поэт, это как-то, ну, не очень должно сходиться вместе, ну, вот такое тоже бывает, к сожалению. Мы попадаем в такой мир, в котором ваши достижения, ваши таланты, они не оцениваются по заслугам, и вам не платят 10 долларов, вам ничего не платят за это. К сожалению. То есть, Нозик прям вообще лох в этом плане, вообще какую-то ерунду сказал. Я здесь говорю, что культурный аспект превалирует над генетическими и определяет, какие врожденные черты наиболее полезны, эстетичны и привлекательны. Вот, Нозик здесь абсолютно неправ. Факты говорят об обратном. Пишет дальше Пинкер. Единственное, что может помешать этому, случайное распределение людей по кастам, контроль государства над всеми экономическими транзакциями. Или то, что врожденных талантов не существует, потому что мы чистые листы. В общем, здесь врожденные таланты, врожденные идеи, врожденные принципы. У меня вот вопрос, да? Вот врожденные таланты, врожденные таланты. Что такое врожденный талант? Вот буквально с точки зрения пени. Один из талантов, который нам нужен, это хороший объем легких. Чтобы он еще тренировался, еще более большого. Вот что нам нужно генетически. Вот этот талант, это один из талантов к пению необходимый. Это просто физиология в данном случае. Не знаю, определенное устройство гортани, наверное, тоже неплохо бы иметь. Может быть оно там какое-то более мощное, более сильное, более там, или какое-нибудь еще утонченное. Я не знаю, да? Тоже, наверное, необходимо иметь такие вещи. Но это никак не противоречит концепции чистого листа. Пинкер опять пытается навязать нам идею о том, что локовская идея о чистом листе, это идея о какой-то эфемерной пустоте во всех сферах человеческой жизни, включая сферу талантов. Но что такое талант? Да, я уже говорил, что у таланта есть физиологическое измерение. Например, маловероятно, что вы будете хорошим стрелком, если у вас плохое зрение. Это врожденная штука, я не думаю, что даже лок бы с этим стал спорить. Например, вы с трудом станете музыкантом, если у вас плохой слух. Вам сложно будет петь, если у вас маленький объем легких, и он не тренируется. Физиологические и даже анатомические нюансы во многих видах деятельности очень важны. Во-вторых, могут быть важны и предрасположенности с позиции некого темперамента. Вообще, довольно быстро мы говорим и думаем, вообще довольно быстро мы говорим и думаем, или делаем это медленно, да. Вот тоже вот от этого будет решаться, темперамент будет многое решать здесь. Насколько быстро или медленно мы говорим или думаем. Для некоторых типов работ медленное мышление полезно. Например, если вы филолог, вам очень неплохо медленно читать, медленно вчитываться. Если вы редактор, вам медленно разбирать очень хорошо. Потому что, ну, вам и так удобнее. Если вы имеете темперамент холерика, вам, скорее всего, проверять тексты, корректурой, заниматься редактурой будет значительно труднее, потому что у вас более беглая психика. Она работает быстрее, но более отрывочно, и ей сложнее, в общем-то, концентрироваться на определенных, собственно, участках текста. Вот. Можно понять решение слишком поздно. Понимаете, в чем дело? Но правильное. Да, позднее, но правильное решение. Лучше резко иногда здесь сделать, но получить выгоду как можно более быструю, чем надолго затянуть и не получить выгоду вообще или даже получить убыток. Так что, в данном случае, в данном случае, все здесь нужны. Всех можно приспособить к той иной деятельности, плюс-минус. Ну, всех по темпераменту имеется в виду. Без учета других способностей пока что. По способностям мы там уже потом посмотрим. Вот. Я не думаю, что Лок назвал бы это принципами или идеями. Тут нет ничего, что противоречит чистому листу. Более того, многие вещи буквально очевидны. Мне кажется, Пинкер пытается выставить Лока и сторонников концепции чистого листа полными идиотами, но, к сожалению, он сам забыл снять штаны. Ну, потому что буквально надо быть идиотом, чтобы полностью игнорировать всякую наследственность на уровне наблюдаемых феноменов. Платон не игнорировал наследственность. Платон. Платон не мог, не игнорировал наследственность. Он, короче, в своем государстве рассуждал о том, как он будет выводить идеальных стражей. Платон знал про селекцию. Вообще, собаки, кошки и так далее выводили селективно уже огромное количество времени. И то же самое. Были люди, которые применяли, пытались свои идеи применять те же самые к людям. По крайней мере, идеи, как Платон это делал. Платон. Все читали Платона, государство, понимаете. Даже уже на этом уровне катастрофически странно было бы, если бы Лок не учитывал разные нюансы физиологические, анатомические. Это было бы просто катастрофически странно. Лока можно было бы обозвать тогда не просто идиотом, а вообще необразованным, тупым, абсолютно нудистым. Нулевым человеком, который вообще ничего не знает. Но это не так, скорее всего. Удивительное количество интеллектуалов, особенно среди левых, действительно отрицают, что существует такая вещь, как врожденный талант, особенно интеллект. Стивен Джей Гуд написал свой бестселлер 1981 года под названием «Ложное измерение человека». Для того, чтобы развенчать абстрактное понятие интеллекта, как единого целого, его локализации в мозге, его представление в виде одного числа, для каждого индивидуума использование этих чисел для ранжирования людей по степени их ценности. Что неизменно обнаруживает, что подавляемые и неимущие группы расы к полу и поличестве изначально ущербны и заслуживают свое положение. С последним я не согласен, как говорится, с последней частью высказывания, где там расы, классы полу изначально ущербны. Но в остальном, в чем он не прав? Понятие интеллекта определенно абстрактно. Причем, замечу, что оно абстрактно и в философии. Но ученые, они придумали свое понятие интеллекта. Важно заметить, что интеллект, который ученые создали, это интеллект-штрих, на самом деле, это не настоящий интеллект. Это не тот интеллект, понятием которого люди пользовались испокон веков. То есть, это даже нечто может быть противоположное тому интеллекту, о котором мы обычно говорим. Но и в том, и в другом случае локализацию интеллекта в мозге найти очень сложно. Философского интеллекта уж точно. Вот того IQ, о котором речь идет, тоже, наверное, вряд ли он локализуется в мозге прямо в одном месте. О, вот интеллект, понятно. И вряд ли даже с точки зрения науки можно интеллект прям вот достоверно на 100% представить в виде одного числа, потому что иначе не было бы нескольких вариаций тестов IQ по разным темам, просто потому что это было бы странно. Ну, мы можем какой-то параметр на базе тестов вычислить у человека и можем посмотреть корреляцию этого параметра с разными аспектами жизни человека. Это да. Ну, вот все, что мы можем сделать. Да. То есть тут-то, по большей части, основные тезисы, они входные, они более-менее нормальные у Стивена Дж. Гулда. Вот. Да, и опять мы можем видеть великие способности Пинкера при работе с текстом. Пинкер, конечно, не будет адекватно комментировать предложенное высказывание, потому что, видимо, оно само за себя говорит очень плохо. И Пинкер таков во всем. Он цитирует очень много и очень разных людей, часто вырезает из контекста их высказывания, а потом оставляет их без конкретных комментариев. И в итоге в конце главы обобщает. Люди боятся науки и ненавидят ее. А вы посмотрите, что пишет Стивен Дж. Гулд. Вот. Абстрактное понятие интеллекта. Стоп, а разве оно не абстрактное? То есть, посмотрите, реально, по первым тезисам, которые там выражены в этом высказывании, в принципе, а что там такого плохого? Нам нужны комментарии, чтобы это уничтожить. То есть, нам нужно развенчать каждый пункт, наверное. То есть, понятие интеллекта не абстрактное. Нет, оно абстрактное. Тут ты как не извернись, как не высрись, оно абстрактное, это абстракция. Нет никакого интеллекта, потрогать нельзя. Короче, посчитать нельзя, да, соответственно. Вот так пощупать нельзя, вылизать там нельзя. ничего с ним нельзя сделать с этим интеллектом директ это абстрактное человеческое понятие который мы придумали для обозначения определенного когда определенных собственно операции которые мы производим даже если вы говорите что интеллект это способность решать задачи это тоже абстрактная штука что за способность решать задачи какие задачи там не знаю это от абстракция тоже не ощутить не потрогать не посчитать этот интеллект нельзя это какая-то вот тут что что-то вот такое вот под посчитать я имею ввиду не найти айки а посчитать типа 123 там вот интеллект состоит из таких там частей определенных четких понятных очевидных то что там не знаю психологи могут себе выдумывать что интеллект можно поделить на разные там не на эмоциональный интеллект не эмоциональ это тоже абстракция до деление одной абстракции на другие абстракции имеется ввиду одна конкретная объекта интеллект поделить нельзя поэтому тоже абстракция мы не можем сказать что интеллект это один нейрон плюс 2 нейрон там плюс третий нейрон от 4 spiritually 6 и так далее да то есть это как-то все более сложно устроено судя по всему и в этом плане это абстрактное понятие очередное абстрактное понятие среди огромного количества абстрактных понятий спору тут вообще даже быть не может если вы посчитаете определение абстрактного понятия вряд ли кто-то будет с тем что вообще любое определение интеллекта от философского довод научного это абстракция так что ну здесь высказывание почти в любом случае верно да ну далее мои вопросы разве ученые не упростили и не уничтожили понятие философского интеллекта разве они не перетасовали карты так чтобы было удобно им разве люди не понимают под интеллектом очень разные вещи и разве поэтому она не является в том числе абстрактно в том числе поэтому более того не до конца понятно как интеллект можно представить виде одного числа числа но почему почему нельзя почему сложно потому что обычно человек понимает под интеллектом не ученые не ученые нормальный здоровый человек понимали что-то более широкая чем просто способность решать какие то задачи понимаете в чем дело и в этом плане мы оказываемся в ловушке потому что вот уже это штука вообще не измеряется а решение задач каких задач практических математических лингвистических логических этических может быть поведенческих каких конкретно задач мы можем найти человека который идеально решает математические задачи но вообще не может решать социальные задачи например вот 0 да то есть как и давай давайте выходе исходить из того что у нас есть люди которые отлично решают идеально решать математические задачи быстро классные круто пили перельман и например абсолютно социально опять же тот же перельман вот вот она мы видим тогда понятие эмоционального интеллекта там социального интеллект там еще кого-то интеллект еще абстракции на умножаем ну просто просто потому что можем это сделать ну хорошо умножаете умножайте до бесконечности эти абстракции скоро будет этих интеллектов по количеству способностей да то есть о а это не знаю молотковый интеллект человек справляется задачей забивать гвозди вот это да молотковый интеллект айки и working 땅 бал Охо икью короче памики человека равен столько-то я не знаю ауда человек быстро бумажки перекладывайте будет пейпер рейки пейпер и ки бумаги хорошо перекладывает хорошо может с ними очень-то работать а вот это вот будет не знаю раненько и кидачек быстро бегает и умеет в общем-то быстро принимать решение во время бега спортивного например да то есть там тоже тактика нужно стратегии чтобы кого-то обогнать правильно распределить ресурсы нужно тоже короче ну не самая умная может быть деятельность но и не самая глупая тоже решение задачи какой-нибудь не знаю интеллектуал с большим iq решающий задачи по стандартам iq тесту может этого и не суметь сделать на самом деле и даже за многие годы не догадаться что это так надо делать вопрос какие задачи до решаются в данном случае ну да ладно совершенно фантастическое чувство испытываешь пишет пинкер читая профессоров отрицающих существования интеллекта профессора одержанных он есть можно потрогать интеллект можно его пощупать где его найти то есть это точно не абстракция это точно какая-то реальная штука которую можно потрогать ладно профессора не одержимы интеллектом они обсуждают его бесконечно рассматривая вопросы приема студентов нанимая преподавателей сотрудников особенно сплетничая друг о друге точно также не граждане не политики не могут игнорировать эту концепцию независимо от отношения к ней люди которые говорят что не верят в айкью тут же вспоминают о нем в дискуссиях о высшей мере наказания или убийства или убийцы чайки у равен 64 запрете свинцовой краски которая понижает айкью ребенка на пять пунктов или в обсуждении достаточно ли джордж буш образован для того чтобы занимать пост президента а это точно одни и те же люди всегда одни и те же люди ну например я считаю что айкью абстракция но иногда у этой абстракции могут быть какие-то корреляции например с реальными вещами здесь важно понимать что да какие-то абстрактные искусственные ненастоящие объекты могут коррелировать с реальным положением дел неожиданно да допустим всякий человек чайки 10 пунктов ну например умственно отсталый от него следует ожидать поведение умственно отсталого человека но например человек у которого айкью выше 100 вот просто абстрактно выше 100 принципе может проявить себя очень талантливым во многих областях если у него там выше 120 уже уже там вообще может быть прям крайне талантливым человеком я наверное думаю что если мы бы измерили айкью каких-нибудь наших великих классиков гениев там у многих но чуть-чуть выше сотки просто чуть-чуть выше сотки но при этом мы их считаем ох какими интеллектуалами гениями и мастерами кстати думаю что даже у многих ученых айкью вот чуть-чуть выше сотки даже у классических ученых величайших правда его измерить это ики практически невозможно на данный момент уж тогда эти тестов не было так скорее всего и окажется что многие были не так уж интеллектуально как нам хотелось бы и в виду этого да действительно действительно мы многие вещи проверить и не можем когда речь касается очень низкого айкью это просто значит что человек не может решать но вообще базовые задачи чаще всего да то есть относительно низкого айки у я верю что там корреляции очень надежная на самом деле просто по той причине что чем ниже айкью тем ближе к умственной отсталости решение не умение решать прям простейшие задачи по айкью это какая-то Ну, это какая-то очень плохая тема, ну, просто потому что там самые простейшие задачи, они на уровне там 1 плюс 1 равно 2, 2 плюс 2 равно 4 и так далее. То есть, это вот такое, что может освоить даже всякий ребенок. Но даже эти наличия корреляции, они не делают критерий IQ конкретным. Он остается абстрактным. И примеры с тем, что вот эти вот люди начинают снова рассуждать там про IQ, они ничего не значат. Они никак не делают концепцию IQ более конкретной и не дают IQ существования, не дают интеллекту существовать вообще в целом. Это как с гравитацией. Знаете, есть умственно отсталые люди, есть умственно отсталые люди, которые утверждают, что О, ты не веришь в гравитацию? Тогда выйди в окно! Чел, ты как бы, да? Никто не отрицает, что феноменально, если ты выйдешь в окно, то ты скорее всего вниз полетишь. Только это не гравитация. Да, это не имеет никакого отношения к теоретической концепции гравитации. Нет, ну имеет, потому что гравитация описывает эту вещь непосредственно. Но она не имеет прям вот прямого отношения к ней. Мы можем описать падение еще миллиардом других способов помимо гравитации. И в этом плане гравитацию, можно сказать, что тоже абстракция, она тоже не существует. Вот. Но при этом все равно мы будем падать. Да, уважаемые. То же самое и с IQ в данном случае. Вот. Ну, как говорится, да, испытываешь фантастические чувства, испытываешь. Но я лично считаю, что тесты IQ показывают не столько интеллект, столько предрасположенность к решению некоторых абстрактных задач. И то не всех. Причем, смотря какой IQ тест, там еще разные задачи будут варьироваться от разных IQ тестов. Причем, вот это вот решение некоторых абстрактных задач, причем, слово некоторых здесь мы подчеркнем, это важное слово. Оно не просто, да, здесь стоит, это реально важное слово. Потому что разные IQ тесты будут показывать разную решаемость разных задач. Это может коррелировать с успехом в некоторых областях. Ведь решение абстрактных задач оказывается востребованным в нашем обществе. Ну, например, если вы программист, вам, наверное, лучше иметь IQ повыше. Вам здесь будет значительно комфортней. Ну, то есть, высокая IQ, вы, скорее всего, можете решать математические задачи на высоком уровне. Абстрактные формальные математические задачи. Наверное, вы шахматистом получше будете с высоким IQ. Вероятно. Вероятно, шахматисту нужно высокая IQ. Но, например, шахматист может очень плохо решать социальные задачи. А человек с IQ в сотку может решать социальные задачи значительно лучше, чем, допустим, какой-нибудь шахматист задротки хикан. Или программист задротки хикан тоже решает социальные задачи на нулевом уровне, в то время как у нас есть люди с IQ соткой, которые справляются с решением этих задач на ура. Понимаете, в чем дело? Какие задачи решать важнее, какие задачи решать лучше? Хороший вопрос. Ну, просто потому что, да, даже для того же успеха решение социальных задач иногда может быть куда более полезным. Кстати, поэтому я и думаю, что в бизнесе, бизнес это место, где прежде всего решаются сначала социальные задачи, потому что нужно найти себе партнеров, там, не знаю, кредиты взять, там, еще что-то делать. Убедить банк в том, что выдача тебе кредита это не какая-то вот трата времени. Все вот эти вот штуки, это скорее к социальным каким-то параметрам, да, к вашим социальным навыкам, способности вас проявить себя социальной стороны позитивно. И нередко, нередко, по крайней мере, по моим личным наблюдениям, я не знаю, надо, конечно, провести еще дополнительные, возможно, да, человек с высоким IQ вполне может быть интровертом, и тогда, если вот у интроверта, ну, короче, у него меньше шансов достичь социального успеха большого. Вот, и важно заметить, да, что с философским понятием интеллекта, еще раз подчеркиваем, научный интеллект имеет мало общего. Важно понимать, что ученые на лету подменили философское и обывательское понятие интеллекта и подразумевают под ним всего-навсего решение задач. Ученые часто так делают, берут из философского или общего лексикона какое-то слово, а потом насилуют это слово, изменяют его до неузнаваемости, а после предлагают свои способы измерения этих слов, под которыми понимаются уже совсем какие-то другие вещи. Это обычная научная практика. То есть, вам говорят, а мы знаем, измерили любовь, а мы измерили вот это, а мы измерили то, а мы знаем, что вот это вот такое. А человек там, любовь живет три года, например, а у них свое определение любви, вообще свое, они в параллельном мире живут, это ученые, они живут в параллельном мире. То есть, вот та любовь, о которой говорят ученые, не имеет никакого отношения к той любви, которую описывает Гёте, например, или там Пушкин, или какой-нибудь там Пастернак, или какой-нибудь там философ, или какой-нибудь там, я не знаю, религиозный деятель. То есть, когда они говорят, любовь живет три года, там, не знаю, любовь зависит от гормонов, там, бла-бла-бла-бла-бла, бу-бу-бу-бу-бу, короче, вот это все говорят, у них свое определение любви, это вообще параллельный мир. То есть, вообще, в принципе, когда ученые что-то заявляют про какие-то объекты общекультурной значимости, можно просто сказать, просто идите к черту. Вообще можно не учитывать, потому что это люди с другим, с другого мира, они другим словарем вообще к вам подходят. Они решали совершенно другие задачи. Для них главной задачей измерения той же самой, там, любви, нелюбви, чего угодно, она состояла в том, чтобы привести вот это вот понимание любви к исчисляемому какому-то смыслу, значению. И вот они его исчислили, и, например, они начинают вычислять количество в крови какого-нибудь там гормона, неважно, там, дофамина, недофамина, неважно, чего угодно, какого угодно гормона, который так или иначе, по их мнению, коррелирует с этим чувством любви, понимаете? Все, дело в шляпе, как бы, все закончено, все просто. Но основная проблема заключается прежде всего в том, что объем понятия любви у ученых разительно отличается от объема понятия любви у философов и обывателей. Вот это разные вещи, это просто разные вещи, причем чаще всего настолько разные, что они могут даже иногда быть противоположными по значению. Противоположными, противоположными, понимаете, в чем дело? Вот, вот, вот так вот. Этот аргумент, пишет Пенкер, основывается на ложном заключении, что все моральные следствия у чистого листа исключительно хороши, а утиривая человеческой природы дурные, но имеется в виду аргумент кайкию, да. А что же противопоставление такое? Лог был сторонником того, что у человека есть врожденные от природы способности. Он про природу пишет прямо, это даже не выдумка, да, а сам разум представляет собой чистый лист в том смысле, что в нем нет идей и принципов. Причем здесь чистый лист, какие моральные следствия там из него идут, непонятно. Продолжаем. Если люди генетически имеют разный интеллект и характер, можем ли мы целенаправленно выводить породу более умных и милых людей? Возможно. Хотя взаимодействие генетики и различия развития делает это гораздо более сложной затеей, чем воображают поклонники Евгеники. Селекционное разведение не вызывает затруднений в случае генов с аддитивными эффектами. Генов, которые действуют одинаково, всегда и не зависят от других генов в геноме. Но некоторые свойства, такие как научный гений, научный гений, лол, спортивное мастерство, музыкальная одаренность, поведенческие генетики называют эмерджентными. Они возникают только в результате определенной комбинации генов и не могут гарантированно передаваться потомству. Грустно. Но мы можем тогда просто умножать количество людей с похожими генами, все больше и больше их делать, испаривать их друг с другом. И тогда эмерджентные свойства будут проявляться все чаще и чаще и чаще, наверное. И мы будем выбраковывать людей, которые туда не подходятся, выкуплять людей, которые подходят под те или иные свойства. Ну и продолжать так работать до достижения успеха, наверное. Пока мы не делаем, может быть, и не гарантированно, что это будет передаваться потомству, но очень крайне вероятно. И вот Пинкер начинает оправдывать Евгенику. То есть, некоторое время назад Пинкер говорил, не, наука не оправдывает Евгенику, не, 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 не. Не, соцдарвинизм нет. Ну, чуть-чуть, на чуть-чуть оправдываем, но чуть-чуть соцдарвинизм тоже может быть уместен, как-то так. Ну, на донышке, короче, берем мы все это. То есть, он говорит, что, в принципе, возможно выведение лучшего человечества. И потом он, наверное, будет жаловаться, что кто-то к нему будет предъявлять, типа, Пинкер, ты чего, ты Евгенику защищаешь, ты поехавший, что ли, Пинкер, зачем ты это делаешь? Ну, вот как-то так. А Пинкер такой, я не защищаю Евгенику, не-не-не-не, вы чего? Я просто пишу, что, а что бы и нет? Это сложно, конечно, но а что бы и нет? Это, конечно, сложно, но почему бы и не попробовать? Комбинации генов, которые дают научные гения, редко передаются, да? Да, оплодотворяем множество самок, смотрим, пробуем, что бы и нет. В общем, я бы, кстати, сам от себя заметил, что в этом нет ничего категорически плохого, я не то чтобы противник Евгенике. Мне вся эта борьба против стереотипов вот этих нацистских, она мне как бы кажется очень странной. То есть, да, о, Гитлер был за Евгенику, Евгеника это плохо. О, Гитлер был вегетарианцем, вегетарианство это плохо. О, Гитлер не курил, давайте все курить там. О, там вот это все. Нет, давайте просто не делать те плохие вещи, которые делал Гитлер, и давайте не убивать людей, давайте не устраивать большие войны ужасные. Вот этого уже достаточно. А там, что я с Евгеникой, не с Евгеникой, это вообще касаться данного вопроса не должно. Причем под Евгеникой я здесь подразумеваю не насильную Евгенику, а какую-нибудь более там утонченную. А что плохого в утонченной Евгенике? То есть, то, что вы можете вывести некоторую группу людей более здоровой, более там целостной, имеющей те или иные физически-интеллектуальные преимущества. Например, да, что в этом плохого? Ну, конечно, Пинкер пишет, что это будет сложно, но будет сложно, путь не так уж и просто, но, наверное, будет все равно нормально. Что-то мы сможем с этим сделать, да, например, поднять там средний IQ у некоторых людей, еще какие-нибудь свойства развивать очень интересные и полезные. Почему бы и нет на самом деле? Такая мягкая Евгеника, что бы и нет, почему бы и не допустить такую возможность, было бы позитивно. Прикиньте, наши потомки будут жить в мире, в котором они будут здоровее, чем мы. Будут чувствовать себя лучше, чем мы, например. Будет меньше генетических заболеваний, например. Да, ну прекрасно же, прекрасно. Не, Евгеников, фигня. Пинкер спрашивает, но даже если мы можем вывести породу людей с определенными чертами, стоит ли нам это делать? Для этого нам потребуется правительство, достаточно мудрое, чтобы знать, какие способы, способности селектировать. Достаточно образованное, чтобы понимать, как осуществить селекцию. И настолько вездесущие, чтобы влиять на самые личные решения людей. Ну, селекция, не селекция. Здесь просто, в принципе, можно взять и отработать все с точки зрения закона, например. Не обязательно быть мега вездесущим, чтобы, ну, например, запретить людям с генетическими заболеваниями и проблемами размножаться. Простите, люди с генетическими проблемами и заболеваниями. Я вас как бы люблю и уважаю. Но вездесущим здесь реально не надо быть. Более того, в принципе, можно сделать такие традиции культурные, которые позволили бы людям более-менее отбирать определенных людей, которые больше друг другу подходят генетически, например. Чтобы они порождали более целостное потомство. Ну, можно проводить селекцию не только средствами правительства, но и, например, с помощью врачей и моды. Можно ввести в моду обращение к врачам, которые так или иначе будут способствовать тому, чтобы лучшие по тем или иным параметрам сходились с лучшими и давали наиболее талантливое потомство с наибольшей вероятностью. Худшие же будут сходиться с худшими. У них будет идти отрицательная селекция. Я не сторонник такого общества, но лишь хочу подчеркнуть, что возможно множество моделей, в рамках которых мы будем проводить селекцию на уровне общества. И для этого далеко не всегда необходимо правительство. От него требуется лишь одно, чтобы оно не мешало. Все. Наиболее страшнотворная ассоциация биологической концепции человеческой природы ассоциации с нацизмом. Ну, я здесь, кстати, от себя замечу, что видеть связь биологии и нацизма куда более обоснованно, чем видеть связь нишанства и нацизма. Просто давайте честно. Просто обычно не шансов еще сюда приписывать. Нацисты-то реально пытались спекулировать в биологии, такое было. Биология в этом не виновата, конечно, но связь все равно есть. А вот Ницше обычно перепадает зазря, несмотря на то, что он антинационалист, вполне неплохо относился к евреям, критиковал немцев как народ, имел антисоциалистические взгляды и так далее. То есть Ницше буквально антигитлер по всем позициям, по всем статьям Ницше это антигитлер практически. А вот биологизация в целом, что, может так или иначе сойти, хотя понятно, что Гитлер использовал тоже довольно плохо разные биологические взгляды. Довольно плохо их понимал, довольно плохо их прорабатывал. Это тоже верно, но все равно биология здесь ближе нишанства к нацизму, чтобы тогда расставить акценты. Любят люди везде Гитлера этого, соответственно, пропихивать. И это на самом деле очень глупо. О, вот этот взгляд плохой, потому что его придерживался Гитлер! Сука! Да, может быть и плохой, но давайте обсуждать его в отрыве от Гитлера. И вообще способен ли этот взгляд на мир быть не таким, каким видел его и реализовывал Гитлер? Вот это тоже важно на самом деле. Ну, например, Евгеника. Она может быть не такой, какой Гитлер ее представлял? Конечно может, конечно может. То есть, да, Евгеника сама по себе не становится плохой, потому что Гитлер был за Евгенику. Так же, как вегетарианство не становится плохим, потому что Гитлер был вегетарианцем, например. Вот. Взгляды Ницше буквально противоречат нацистским в самых важных пунктах. Невозможно воспринять Ницше правильно таким образом, чтобы хоть как-то это пересекалось с нацизмом. Вот у биологии такой проблемы нет. Хотя стоило бы заметить, что программы нацизма носят не только натуралистический, но и культурно-духовный характер. Биология здесь повлияла не больше, чем культурология или тоже христианство, важно заметить. Да, но все же. Отсюда из разных политических предпосылок выросли нацистские интерпретации биологии. Но следует заметить, что нацизм это не мощный культурный, это такой мощный культурный феномен, что сложно назвать хоть какое-то учение, науку, философию, политическое объединение, которое никто бы не приравнивал к нацизму. То есть у нас есть культы называть все, сравнивать все с нацизмом. А вот Гитлер, а вот в Третьем Рейхе, то же самое было, какой ужас. Ну, заебали. Простите, это такой кринж на самом деле, когда все пытаются сравнивать разные вещи с Третьим Рейхом. Ну окей, в Третьем Рейхе использовали науку, и что? И что? Бывает. Да, в Третьем Рейхе плохо трактовали науку, да и вообще плевать на самом деле. Ну, мы же не удаляем науку, да, из общего списка того, что мы любим, уважаем и респектуем. Нет, не удаляем. Из-за Гитлера этого не произошло. Мы же не уничтожаем религию из-за того, что Гитлер спекулировал на религии. Мы же не делаем этого. И много чего не делаем. Безусловно, на Гитлера повлияли извращенные версии дарвинизма, пишет Пинкер. И генетики популярны в начале 20 века, и в качестве обоснования своей зловещей доктрины он ссылается в частности на естественный отбор и выживание наиболее приспособленных. Он верил в крайний социал-дарвинизм, согласно которому единицы естественного отбора были группы и борьба между ними, необратимая для сил и мощи нации. Ну вот, о чем я и писал. В случае с биологией хотя бы понятно оказанное влияние. Конечно, биология не виновата в появлении Гитлера, но есть такие течения, как, например, Ницшанство, которые буквально из ничего ассоциируются с нацизмом. Там просто, ну просто вот так вот, блин, совпало. Просто вот сестра Ницше немножко крышечкой поехала и, соответственно, сделала много глупых вещей, из-за которых Ницше теперь фашист, неожиданно. Хотя взглядов он придерживался противоположных. Если бы хоть один национал-социалист прочитал бы, собственно, Ницше, он бы просто офигел бы, на самом деле, от того, насколько там все не так, как хотелось бы им. И вообще сам факт того, что несколько нацистов-шиздов, которые переписали концепцию Ниши под нацистские тезисы, оно вообще ничего не значит. Прикиньте, были бы какие-то шизды, которые просто сделали мега-альтернативную биологию, супер-альтернативную биологию, которая не имела бы отношения к естественному отбору и там бы оправдывался нацизм. Вот так же и с Ницше произошло. То есть люди перевернули Ницше с ног на голову. Так что я сказал здесь, что биологии еще более-менее повезло, ну просто потому, что, во-первых, она была более влиятельна в этом плане. То есть реально дарвинизм оказал влияние на Гитлера. И Гитлер допускал в дарвинизме куда меньше ошибок, чем нацисты, чаще всего допускают в трактовке Ницше, например, того же. То есть были примеры, когда что-то повлияло больше и последствий было меньше. То есть, да, биологов не стали гнобить, унижать, типа, а, нацисты, там, а, ла-ла-ла-ла, каждый биолог это скрытый нацик, там, и так далее, да. А вот с Ницше произошло обратное, у него по концепции противоположное нацизму, вообще противоположное, он просто антинацист во всех, антифа, самый главный и самый первый антифашист это Ницше. Еще не было национал-социализма, а Ницше уже был антифа, когда это еще не стало мейнстримом. Но, блин, исторически сложилось так, что ему вообще не повезло. Вот, а вот биологии больше здесь повезло. Ну, здесь пишет, Пинкер, ни одна идея не может быть ложной или вредной, только потому, что ей злоупотребляли нацисты. Кстати, я меняю голос не потому, что хочу сделать прочтение более ироничным, я хочу выделить те фрагменты, которые я читаю, другим голосом, чтобы вы, соответственно, понимали, что это другие фрагменты. То есть, да, я здесь подчеркиваю несколько раз, что это не для ироничного эффекта, это не для унижения слов Пинкера, это исключительно для того, чтобы вы отделяли мою речь от речи Пинкера непосредственно. Причем я читаю разными голосами, чтобы вдруг не совпало, чтобы не было пародии на речи Пинкера и так далее, чтобы не было никаких предъяв подобного рода. Так вот, в данном случае я согласен с Пинкером, что нацисты привязали к себе множество разных учений и течений, и нет никаких оснований отказываться от них, потому что в них так или иначе верил Гитлер. Далее Пинкер приписывает концепцию чистого листа марксистам. Среди оснований тот факт, что те уделяют внимание классовой борьбе и объективным законам формирования социума. А далее упрощенный пересказ Пинкерам их представления о реальности. Мне все больше начинает казаться, что Пинкер использует концепцию чистого листа просто как обычный ярлык для того, чтобы помечать неугодных. Потому что он помечает таким обозначением людей, многие из которых о проблемах чистоты листа даже не думали, скорее всего. Конечно, многие могут мне возразить. Шадов, ты сам называешь Пинкера сайентистом, хотя он себя таковым не считает. Я вам справедливо отвечу, что руководствуясь определением сайентизма, который вывел на основании некоторого набора явлений, связанных с наукаверием. Да, ну то есть опять же, да, замечу, что у меня может быть и свое определение сайентизма и антисайентизма. Но при этом в том я действительно анализировал ситуацию. То есть я разбирал позиции сайентистов, я разбирал позиции антисайентистов. Я этим большую часть жизни занимаюсь, соответственно. И стараюсь делать это непоспешно. То есть, вот, ну на самом деле для меня важно, чтобы вот это вот определение того же самого сайентизма, хотя мало кто себя сайентистом называет вообще в принципе, да, это тоже важно. То есть нету такой группы, которая носила бы клеймо «Мы сайентисты!» И поэтому, ну вот это вот определение, оно исходит не из сайентистов, оно сверху накладывается для описания той или иной группы людей. То определение, которое было до меня, да, оно на мой взгляд нерелевантно. Нерелевантно почему? Ну потому что нередко словом сайентизм обозначается такая группа людей, которые верят в то, что в мире должна быть ну литер или только наука, никакой культуры, никакого искусства, ничего, только наука. Но сколько таких людей вы реально знаете? У скольких людей реально такая позиция? Один Ларин, один Ларин, блин, и то когда-то раньше это был Ларин. Да Ларин даже так не считал, скорее всего. Если Ларин эту формулировку сказать в полном виде, он бы сказал, да нет, я не сайентист, вы что? То есть, какая-то фантастическая группа людей, которые хочут, чтобы везде только наука и даже никакого искусства не было, да, и даже искусство было наукой. Наверное, ближе всех к данной концепции среди интеллектуалов, которых я вообще когда-либо видел, это и есть Пинкер. Мы это увидим в пятой главе. В пятой главе мы это увидим. Он хочет научное искусство создать. То есть, он видит определенную необходимость объединения науки и искусства. Ну что, на мой взгляд, ну это совсем уже, да, это самая близкая позиция к тому старому сайентизму. Но и даже эта позиция, она не максимальна, да, не радикальна. Просто под сайентистами люди чаще всего хотят понимать каких-то, ну, нереальных радикалов от науковерия. Хотя на самом деле, да, и просто неадекватно так это объяснять их. Просто есть люди, которые называют себя антисайентистами, например, тот же я. И у нас есть наши оппоненты, сайентисты. Тут, понимаете, как бы наоборот ситуация складывается. Если сначала были атеисты, а потом атеисты, в случае с сайентистами и антисайентистами, сначала появились антисайентисты и потом сайентисты. То есть антисайентисты определяют сайентистов, потому что это противоборствующие, так скажем, лагеря, да, противоборствующие группы людей. И в данном случае антисайентист определяет, кто является его противником, кого он называет сайентистом. Вот, здесь немножко по-другому расставлены приоритеты. А относительно концепции чистого листа, ну, в истории философии было огромное количество людей, которые были сторонниками чистого листа, включая Лока. Неплохо было бы эту концепцию нормально, в общем-то, да, прописать. Вы мне можете, конечно, ответить, что Пинкер сделал то же самое, обозначив концепцию чистого листа и применяя её на тех, кто официально её не придерживается. Типа, да, ну, типа, допустим, но тут есть ряд нюансов. Во-первых, Пинкер. Понимание Пинкером чистого листа не умещается в историю данного понятия. Это первое, что меня здесь, как бы, интересует. Так вы можете мне сказать, Шадов, твоё понимание антисайентизма и сайентизма тоже не умещается в историю данного понятия. Согласен, допустим, допустим. Ну, просто вот в моём случае, в моём случае, слово сайентизм, обозначенное слово сайентист, да, оно обозначает вполне конкретную, достаточно большую группу людей и противопоставляет её антисайентизму. Это хорошее определение, да, в том плане, что мы понимаем, вот сайентисты, вот антисайентисты, всё чётко разграничено, теперь понятно, какие точные убеждения должны быть у сайентиста, какие у антисайентиста, всё размечено, всё понятно, всё очевидно. А у Пинкера наоборот, он размывает понятия. Если у Лока было хорошее действующее понятие чистого листа, то Пинкер его недопонимает, Пинкер его разрушает. В общем-то, да, как я написал в следующем пункте, понимание Пинкером чистого листа нелепо, потому что невозможно себе представить хотя бы одного разумного человека, который придерживается этой концепции. Да, что в человеке вообще ничего не врождено. Вот буквально, да, для Пинкера концепция чистого листа, это когда ну вообще почти ничего не врождено. Ну, то я даже не знаю, где это почти заканчивается. Ну вот, ну вот, всё, вот почти ничего не врождено. Ну, там, ни уровень интеллекта, ни разум, там, ни с восприятиями, видимо, должны быть какие-то проблемы, не должно быть, да, у всех одинаковое восприятие. У всех всё одинаковое прирождение, рождаются просто яички такие, такие одинаковые яички все рождаются, а потом из культуры становятся разными. Видимо, вот так себе Пинкер представляет, ну, это шуточное, это шуточное восприятие концепции Пинкера, хотя, может быть, оно не настолько шуточное, потому что мне кажется, что в представлениях Пинкера его оппоненты так и видят эту картину. Все люди рождаются абсолютно идентичными кругленькими яичками, которые потом постепенно, там, у них ручки, появляются ножки, и в процессе культуры и воспитания они уже становятся такими, какие они есть, приобретают ту внешность, которая у них есть, те способности обретают, которые у них есть, да, соответственно. Там, я не знаю, и так далее, и так далее, и так далее, но это, собственно, не так, судя по всему, никто так не считает. Так вот, продолжаем три, да, тот термин саентизм изначально обозначает ничтожно малую группу людей, да, тот же термин саентизм изначальный, говорить о которой не приходится вовсе, это не проблемная группа, вообще на них наплевать. То есть, да, определение саентизма, на мой взгляд, изначально проблемное, а определение чистого листа у Лока, оно хорошее, качественное, Пинкер пытается хорошее, качественное определение заменить на плохое и неработающее определение. Я же пытаюсь неработающее определение заменить на работающее определение, соответственно, имею на это право, потому что никаких саентистов нет, никто не будет бороться. А мы за саентизм, ура, 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 почти все саентисты, почти все люди, которые являются наукаверами, они, в принципе, против того, чтобы обозначать себя названием саентисты. Нет такой группы людей, которые готовы отстаивать доктрину саентизма, и нет никакой четкой доктрины саентизма, понимаете, в чем дело. Поэтому я не совершаю ничего плохого в данном случае. А у Пинкера ситуация здесь обратная, потому что есть, были, по крайней мере, были сторонники чистого листа, и эта концепция стала достоянием в истории философии. Да, то есть он искажает вполне приемлемое понятие к состоянию абсолютной неприемлемости и удивляется, что кто-то может придерживаться такой очевидной глупости, хотя этот человек ее не придерживается, лол. Также важно заметить, что противники Пинкера это люди, которые более-менее связаны с философией, то есть социологи и философы, ну и психологи иногда. Из этого мы получаем, что они, отрицая свою приверженность концепции чистого листа, вообще-то понимают, что говорят с большей вероятностью, чем ангажированный психолог-науколюб. Понимаете, в чем дело? Ну и относительно, собственно, сайентизма, я бы здесь также добавил, что обычно люди, которых мы называем сайентистами, они не являются философами, иногда являются, но чаще всего не являются, не являются социологами, не являются там кем-то еще. Это обычно либо представители естественных наук, сами ученые, либо любители этих ученых, любители естественных наук, короче, любители вот этого вот всего. Вот их мы обычно называем сайентистами. Ну и они обычно себя так не обозначают, они философией не занимаются, и они не занимаются даже чаще всего отстаиванием своей позиции в прямом смысле, потому что наука уже и так сама о себе говорит, сама себя, в общем-то, рекламирует, и сама по себе она очень крутая. Так вот, если бы книга была правдива, то автор бы скорее разбирал причины, по которым люди, которые и так знают про ряд врожденных качеств, отрицают врожденность других качеств, доказанных по его мнению биологии. То есть тут на самом деле проблема куда более тонкая должна лежать. То есть Пинкер не должен говорить про какой-то мега чистый лист, он должен обсуждать проблему того, что вот у нас в биологии есть доказательства того, что эти вещи являются врожденными, а конкретно вот эти вот люди отрицают врожденность этих вещей. То есть не апелляция к какому-то абстрактному чистому листу, где все отрицается по дефолту, а апелляция к тому, что почему-то Маргарет Митт не хочет соглашаться с биологией на тему того, что у нас есть врожденный интеллект, например, допустим. Или у нас есть врожденная вот такая вот штука, или у нас есть врожденное чувство эмпатии, допустим, у нас есть врожденное. А Маргарет Митт думает, что это восприятие, что чувство эмпатии, например, оно воспитывается, допустим, она думает. Ну и давайте спорить об этом. Давайте, в общем-то, допустим, последователи Маргарет Митт нам расскажут о том, какие аргументы она приводила, какие аргументы они готовы привести в ее позицию, в защиту ее позиции. Может быть, действительно интеллект это абстракция, может быть, действительно измерение вот этого абстрактного IQ не показывает интеллект вообще ни на йоту, например. Потому что большинство социологов, философов и нормальных здоровых людей, они не пользуются тем понятием интеллекта, который используют, собственно, биологи. Также важно договориться о значениях, о смыслах, о таких-то словах. Но Пинкер этого не делает, Пинкер просто говорит, мы не будем с вами договариваться, вы не согласны с биологией, вы дебилы, конец. И вы сторонники чистого листа. Хотя проблема куда более глубокая, да? Ее надо решать на совершенно ином уровне, к сожалению. Не на том, на котором ее решает Пинкер. Пинкер просто так, пук, наклеил на вас ярлык чистый листовца, вот этого убогого, ужасного сторонника концепции чистого листа. Просто бам! И все, короче. И вы теперь, вы теперь ничтожество, вы теперь абсолютный ноль, и вы теперь ничего не значите для этого мира. В общем, вы не до человека, соответственно. Ему бы не пришлось, кстати, в таком случае делать вид, что его оппоненты это идиоты, отрицающие абсолютно любую врожденность. Тогда бы и книга была на несколько порядков лучше, как мне кажется. Использование известного философского бренда чистый лист только портит данную книгу и наполняет ее некачественным содержанием, необоснованными обвинениями, цитатами на грани теории заговора и прочими неприятными нюансами, которых можно было бы избежать и сделать книгу более глубокой и более интересной. Освещая те же самые проблемы, проблемы несогласованности теории биологии, социологии, психологии, там еще философии. Почему люди среди философов придерживаются тех или иных позиций, разобрать эти позиции. Почему они не согласны с аргументами биологов, как они отрицают аргументы биологов, так далее, так далее, так далее. Ну, блин, книга могла бы выйти в десятки раз лучше, прям в сотни раз лучше. А вместо этого, ну, типа, пук-пук, отстой, все-все-все за теорию чистого листа, пук-пук, дебилы, гуманитарии, пук-пук-пук-пук-пук, короче. Ну, блин, глупо же. Причем, блин, действительно, многие данные, которые в этой книжке использованы, они могли бы быть использованы для дискуссии внутри уже более вот этих утонченных дискурсов, которые я только что описал. То есть, они реально более утонченные, они в реальности более утонченные, это не выдумка. Ну, поехали дальше. Страх неважности совершенствоваться. Это следующая глава, которая нас ждет. Ух. Меня также, несколько, это я уже от себя продолжаю говорить, да, меня также несколько поражает, какое огромное количество текста в данной работе уделяется анализу эмоций оппонентов. Буквально множество глав описывает, насколько оппоненты Пинкера и биологи эмоциональны. Они презирают, боятся, ненавидят. Все как на подбор нерациональные агенты. Мне могут, кстати, сказать, Шадов, ты и сам часто обвиняешь своих оппонентов в рациональности и эмоциональности. Ну, да, во-первых, это верно. Но тут есть два, опять же, важных момента, которые отличают меня от Пинкера в выгодную сторону. Объем этих апелляций к эмоциям соперников не представляет собой в моем творчестве и десятой доли от всех моих текстов с аргументацией ответами на содержательные попытки критики. То есть, заметьте, да, то есть, это первый пункт, это первый пункт, который меня в данном случае отличает от Пинкера. Во-вторых, мои оппоненты, в лучшем случае, это магистры, еще не получившие из степени аспиранты. В худшем люди совсем без образования. В целом, попытки клеветы и травли в мой адрес обусловлены этими факторами, да и то я на это не делаю такой акцент, как Пинкер. С учетом, что конкретно в мой адрес сыпались многочисленные угрозы, включая угрозы жизни, здоровью и здоровью моих родителей, кстати. Противники же Пинкера, это в основном PHD по русской стратификации, это где-то кандидаты наук. Средний оппонент Пинкера, кандидат наук. У меня за все время, у меня за все время моего существования вообще посвящено всего две статьи эмоциям моих оппонентов. У меня около 100 статей и всего две посвящены эмоциям. Скептофобия, причем там обсуждается не боязнь моих оппонентов, а просто боязнь людей сомневаться. Я исследую это понятие, возможно ли оно, невозможно. То есть это чистое исследование проблемы. А почему люди боятся сомневаться? Причем я исследую скептофобию не на примере моих оппонентов скорее, а на примере моих союзников. То есть ко мне часто обращались люди и говорят, страшно сомневаться, типа, а что я тогда останусь без оснований в своей жизни? Я тогда не смогу принимать решения там и так далее, и так далее, и так далее. В данной статье просто разбирается данное понятие, откуда проистекает скептофобия, почему она происходит. И это не столько даже для моих оппонентов сделано, это сделано для моих, так скажем, ну союзников, слушателей, зрителей, которые так или иначе в этой теме заинтересованы. Ну и да, отдельная статья это философский стриминг в условиях интеллектуального постапокалипсиса. И эта статья, она реально посвящена эмоциям моих оппонентов, и она единственная такая. Есть еще несколько высказываний, которые пытаются психологию их эмоций выявить, что тоже интересно, потому что я хочу выявить психологию эмоций в том плане, почему люди хейтят скептиков, почему людям не нравятся те или иные скептические заходы, почему люди сразу в штыки воспринимают скептицизм. Я просто еще помню, ну абсолютный скептицизм имеется в виду, тут один стоик был, он просто так разосрался на тему скептицизма, что просто охереть можно. Я просто не понимаю всей этой темы, ну я понимаю, что скептики довольно долго и очень уверенно долбили стоиков, и долбили эффективно плюс-минус, и у стоиков, возможно, остались, да, знаете, ну как у бойцов после вьетнамской войны, американских, у них, соответственно, эти воспоминания грустные остались о тех ужасных временах, когда скептические гуки нападали со всех сторон и мочили бедных стоиков в сортирах интеллектуально, может быть, может быть, я не знаю, может быть, это такие, да, воспоминания болезненные. Но нет, в конечном итоге, мне кажется, что у человека есть какое-то внутреннее эмоциональное сопротивление состоянию скептицизма. Более того, у нас в обществе культивируется некое такое понимание того, что нет, не надо сомневаться, надо верить. То есть, христианство продвигает эту концепцию во всех мультиках, фильмах, типа, ой, а ты сомневаешься, а не надо сомневаться, надо верить и действовать, и тогда будет успех. Причем, почему-то, да, противопоставляются сомнения и действия, хотя эти категории друг другу вообще не противоречат. Так вот, у скептиков они не противоречат, что самое важное. То есть, у нас культура, она как бы строится на том, что у нас хейтятся сомнения. Какие-нибудь там, не знаю, сторонники бизнес-тренингов такие, а ты что, сомневаешься, а ты что, сомневаешься, а ты не сомневайся, ты попробуй, попробуй заработай денег, соответственно. А что мне мешает сомневаться и попробовать одновременно, тоже непонятно на самом деле. Но это какая-то, знаете, такая стандартная, стандартный поток, в общем-то, высказываний против скептицизма, сомнения. То есть, какая-то такая вот, да, в культуре у нас борьба имеется против этих вещей, хотя они вредными не являются. Вот такими, как описывается, там почти все аргументы, они не целесообразны, они не опровергают скептицизм, они более того, даже, ну, они не затрагивают скептицизм чаще всего, потому что люди просто не знают, что такое скептицизм, что такое античный скептицизм, что такое современный скептицизм, мой в том числе. В общем, у людей в этом плане гигантские проблемы, к сожалению, да, то есть скептофобия, она обусловлена именно этой проблематикой. Почему? Люди испытывают негативные эмоции, в том числе страх перед сомнением, причем реально страх, это не как русофобия, это как именно страх непосредственно сомневаться. Именно страх, да, люди боятся оказаться в состоянии сомнения, потому что они боятся лишиться своих ценностей, они боятся лишиться своих убеждений, вот. Вот. То есть не русофобия, когда люди не испытывают страха к русским, а просто их хейтят, бывает, да, то есть русохейтия, тут русофобией становится, а скептофобия это в прямом смысле фобия какая-то. А философский стриминг в условиях интеллектуальной постапокалипсиса, но он посвящен проблеме стриминга и эмоции моих оппонентов, многих действительно. Месть основания считать, что оппоненты занимаются чем-то нерациональным, ибо распространяют клевету в мой адрес, угрозы, откорбления и так далее. Ну, буквально 1% от всех моих статей вот этого тема. В книгах я об этом вообще не пишу. Принципиально неинтересно об этом писать. Какие-то намеки на оппонентов в афоризмах иногда, может быть, проскакивают, но тоже довольно редко. Тоже, наверное, в районе 1-2% от общей темы. А тут вся книга состоит из вот этого. Ладно, не вся, но процентов 50 точно. 50% это просто буквально обвинение оппонентов в их эмоциональности и тупости. Упс. Пинкер же просто начинает расписывать на полкниги, какие же они эмоциональные и тупые эти PHD по философии и социологии. Мне это кажется крайне странным. Я не верю в то, что не существует ни одного нормального аргумента против позиций Пинкера у социологов и прочих там PHD. Просто не верю я в это. Я мог бы прочитать и убедиться в том, что Пинкер обосрался, но я просто... Ну, блин. А как? Как ему верить? Тут один специалист и то какой-то левый, крайне ангажированный против безграничного множества социологов. Что, серьезно? Ни у кого из них нет нормальной позиции? Вот серьезно? Все они за чистый лист какой-то абстрактный и все они ерунду несут? Ну, я не верю в это. Простите. Ага. Пинкер пишет. Страх, что улучшение невозможно и вытекающее из него тяготение к чистому листу основан на паре ложных заключений. Мы уже встречались с натуралистической ошибкой. Убеждением, что все, что происходит в природе, хорошо. Нет, здесь я согласен. Из вводных данных не следует, что улучшение невозможно. Здесь по поводу основного тезиса можно согласиться. Здесь нету прямой линии. Пинкер дальше пишет. Так что, если природа поместила нас в этот мир, чтобы мы возвысились над ней, то как там это сделать? Где в обычной цепи эволюционировавших генов, создающих нейронный компьютер, найдется зазор, в который можно вставить такое, казалось бы, механическое событие, как выбор ценностей? И допуская саму возможность выбора, не приглашаем ли мы духа обратно в машину? Сам вопрос, симптом чистого листа. Да, доктор чистого листа поставил диагноз, молодец, просто научно. Дальше Пинкер пишет. Понимание человеческой природы не только совместимо с социальным и нравственным развитием, но даже может помочь объяснить очевидный прогресс прошедшего тысячелетия. Дальше Пинкер. Исследование может использовать, а почему бы и нет? Правда, я не буду спорить с основным тезисом данной главы. Вероятно, развитие биологии приведет к развитию многих областей и поможет нам совершенствоваться. Не исключено, скорее всего так и будет. Потому что даже если бы развивалась не биология, а что-то другое, это тоже бы привело к развитию во многих областях и совершенствованию. Понимаете, в чем дело? Тут куда ни при, что ни развивай, будет развитие и будет совершенствование. Впрочем, да, я в отличие от Пинкера не признаю монополию биологии на объяснение даже живых систем. И, конечно, не признаю, что только биология может привести нас к совершенству и улучшению в таких областях, как социология, психология. Да, что биология и только биология. Мне кажется, многие из этих дисциплин достаточно самодостаточны. Достаточно самодостаточны. Как же круто я выразил это. Ужас, позор. Ну да ладно. В общем, эти дисциплины, они самодостаточны для того, чтобы и сами совершенствоваться. Сами приходить к развитию. Там, не знаю, вступать в какие-то споры с представителями других дисциплин. И достигать все больше и больше благ, соответственно. Так что в этом плане и без биологии здесь можно было бы обойтись. Здесь биология не обязательная штука, но вполне допустимая. Есть направления, которые в биологию топят, и в социологии, и в психологии, и в многом где еще. И это тоже нормальная ситуация. С этим я, в принципе, спорить тоже не буду. Биология здесь тоже ведет к развитию. Это да. Ну, потому что почти все ведет. Почему? Эта картина отпугивает людей, пишет Пинкер. Критики скинеровской книги по ту сторону свободы и достоинства. Подчеркивали. Что никто не сомневается в том, что поведение можно контролировать. Например, приставить пистолет к голове или пригрозить пытками. Приемы, проверенные временем. Даже любимый метод скиннера, оперантное обуславливание, лучше всего работает, если животное страдает от голода. Или уже потеряло 20% от своего избыточного веса. И заперто в боксе. Что позволяет строго придерживаться расписания подкреплений. Вопрос не в том, можем ли мы изменить человеческое поведение, а в том, какой ценой. Ну как? Довольно просто. Ценой воспитания и длительного убеждения, например. Например, в рамках образовательной системы, которая занимает там 10-12 лет. Если закрепление тех или иных норм и правил идет на протяжении многих лет, то не обязательно морить детей голодом, я полагаю. В итоге, в рамках этих систем объясняются те наказания, которые будут людям за нарушение тех или иных прав и законов. Ну, например, если бы в ситуации какой-нибудь абсолютной дикости, я бы, например, мог бы стать насильником, потому что я большой, я сильнее. Если бы культура этому способствовала, то есть бы не мешала насиловать женщину какую-нибудь, допустим. Почему бы и нет, да, как говорится. В том плане, что я могу представить себя в других культурных и социальных обстоятельствах, да, где насилие не запрещено строго. Да и в целом, ну а что? Ну, конечно, можно. Ну, в смысле можно. В смысле можно, и почти каждый мужчина был бы насильником тогда. И был. И был раньше почти каждый мужчина насильником. То есть была такая социальная норма насиловать женщин, по сути. Причем не просто женщин. Ну, уже женщин не очень большого возраста, соответственно, даже. Если бы каждый из нас находился в тех социальных обстоятельствах, он бы делал приблизительно это. Соответственно. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Скорее, скорее, плохо, чем хорошо. Вот так вот, но так оно было, соответственно. Генетически обусловлено, там, бла-бла-бла-блу-блу-блу, да, соответственно, как-то так. И при этом всем, ну, в современном обществе у нас эти запреты, они как бы проясняются, воспитываются. Нам говорится, что, ну, нельзя, нельзя. Почему нельзя? Нет, не аморально тебя, блядь, арестуют и будут ебать в тюрьме в жопу. Короче, на протяжении долгого времени. На протяжении скольки? Минимум там, сколько? Минимум трех лет, если женщину. А если не женщину, а кого-то помладше, чем женщину, то минимум восемь лет. Тебя будут взад, короче, порой без остановки. Вот. Вот какая судьба тебя ждет, мой друг. В общем-то, да. И это в школе человек, конечно, должен узнавать обязательно. Обязательно. Как его будут порой, с какой частотой его будут порой, вот там вот в тюрьме, если он это совершит. Да, какие ощущения там надо, да. Вот он неприятно испытывать будет, надо ему рассказать покрасивше, чтобы он опасался совершать такие поступки. Ну и, соответственно, вот теперь, да, если раньше большинство людей, они были склонны к насилию в сексе, в том числе, были склонны заставлять женщин заниматься сексом с ними без их воли. Соответственно, были склонны к тому, чтобы вступать в ранние браки, что мы не одобряем, да, в данном случае. То сейчас, как бы, все поменялось неожиданно. Причем поменялось не за какие-то тысячелетия, поменялось буквально за пару сотен лет, на самом деле. Тут как-то, да, тут какой-то произошел такой культурный скачок квантовый. Мы практически в параллельном мире оказались в этом плане. И, честно говоря, я не думаю, что биология человеческая изменилась за 200 лет очень сильно, по крайней мере. Я не думаю, что за 200 лет мы стали совершенно другими существами, у которых теперь другие врожденные предрасположенности. Нет, это все-таки, все-таки здесь речь идет прежде всего о воспитании. Все-таки о воспитании, о культуре, о юриспруденции. То есть о тех вещах, которые к биологии имеют, ну, очень косвенное отношение. Да. И в этом плане, безусловно, всякие социологи, скиннеры и прочие замечательные люди, они скорее ближе к правде, чем сам Пинкер. И они скорее вот за мою сторону. Да, вот опять же, мы уже пояснили, что если Пинкер отстаивает позицию, согласно которой, ну, все же гены не абсолютную, но они очень сильно влияют, я отстаиваю позицию, что они хоть и не совсем не влияют, но влияют слабее, чем представляет от себя Пинкер. Вот как-то так, я здесь такую позицию отстаиваю. То есть никто из нас не отстаивает абсолютную позицию абсолютной наследственности или абсолютной обусловленности генами. Также, честно говоря, очень маленькое количество людей реально обосновывают одну из этих двух крайних позиций. Я, честно говоря, даже представить не могу социолога, который реально уверен, что наследственность буквально нулевое значение имеет. Ну, просто потому, что кто-то рождается посимпатичнее, повыше, поголосистее, поспортивнее. И это будет влиять на его поведение, будет влиять на то, как у него жизнь сложится. Прямо вот это, прям настолько очевидно, что я себе не представляю социолога, который скажет, «Нет, это не так, не-не-не-не-не, все изменяемо, все изменяемо, рост, да, сейчас отрежем тебе ноги». Или, наоборот, ходули сделаем, в кости тебе впаяем. И так далее, так далее, так далее. Вот растишку скушаешь и будешь великаном. Да, пишем, вычитаем дальше. Пинкер пишет. «Так как мы не просто продукт среды, по счетам платить придется. У людей есть врожденные желания, комфорт, любовь, семья, достоинство, автономия, эстетика, самовыражение. Независимо от того, подкрепляются они или нет, и люди страдают, если лишены свободы осуществлять свои желания». Да, кринж. Кринж, опять биологизаторы употребляют слова, смысл которых не знают и не понимают. Любовь, семья, достоинство, автономия, эстетика и самовыражение, как врожденные желания. Полный кринж. Доказательства тому, что это вот оно так у нас настроено, не будет никаких очевидных у Пинкера. Пинкер на них забил с самого начала. Да, ну нафиг эти доказательства. Нафиг перечисление результатов в миллионов разных экспериментов по этому вопросу, если они вообще были в таком большом количестве. Не-е-е, ну его, ну нафиг, короче, ну нафиг. Даже одного эксперимента не будет приведено. Да, только Пинкер не привел, да, вообще все эти желания, если видеть желания врождены, то это может оправить концепцию чистого листа. Во-первых, да, это правда. Если у нас врожденная концепция любви, врожденная концепция семьи, врожденная концепция комфорта. Но я не знаю, у меня нет врожденной концепции комфорта, понимаете, я не знаю, как комфортно. Вот мне сейчас комфортно одно, вчера мне было комфортно другое. Там 10 лет назад было комфортно еще что-то. Как это, как это, как это может быть врождено в меня, если оно меняется со временем? Если адаптируют в ситуации, например, мне раньше было комфортно одно, а теперь комфортно другое. Например, в тренировках. Мой организм адаптируется к тренировкам. Например, потянуть вес 100 килограмм, да, просто вот взять и становую, короче, сделать на соточку. Когда-то было, ну, не очень комфортно. А там, допустим, через 10 лет тренировок вы эту становую на те же самые 100 килограмм делаете в качестве просто разминки. Просто разминки, да, это уже комфортно оказывается. Также с психикой, в принципе, по многим вопросам. У вас есть большой диапазон, в рамках которого эта комфортность и это ощущение может варьироваться. Также Пинкер не привел ни одного стоящего аргумента их существования. Любовь так вообще культурный концепт, который не встречается у большинства культур. То есть это такое чувство, которое конструируется только под воздействием определенных культурных концептов. Я бы это даже так выразил. Семья это то, без чего вообще точно можно обойтись. То есть человек может обойтись без семьи. И люди, которые живут в свободном мире, показывают, что многие могут жить без семьи. Понятие достоинства так вообще свойственно редкому кругу элитарных людей. Большинство людей не имеют ни чести, ни достоинства, потому что они принципиально не адаптивны. Да, эти качества в смысле. Когда ты рабочий, продавец, человек, оказывающий услуги. То есть вы не можете иметь достоинства и честь и эффективно работать рабочим каким-нибудь строителем, продавцом, человеком, оказывающим услуги. Потому что ваше достоинство там будет принижаться автоматически. Вы будете человеком функции. Вы автоматически лишаете себя достоинств. Это не адаптивная черта, это не адаптивное свойство. Оно не нужно. Достоинство преимущественно удел аристократов и интеллектуалов. И тогда, да, появляется. О, я не хочу идти работать на завод, потому что я интеллектуал, потому что я гений, потому что я аристократ, потому что я образованный, я прочитал много книг. Да как же я могу идти работать на завод и быть продавцом или оказывать какие-то низкие услуги этим низким жалким людишкам. Да вот достоинство. Это буквально проявление достоинства было бы, да, но нет, у людей нет достоинства в среднем и чести нет, соответственно, в среднем. Всё это очень довольно устаревшее отчасти понятие, которое свойственно сейчас очень узкому кругу людей, так что лол. Лол, да, никакого врождённого достоинства, наверное, принципиально и нет. Причём это достоинство у человека может появиться, если он неожиданно начинает причислять себя к интеллектуалам. Вот на протяжении долгих лет человек был чернорабочим, пахал без остановки, делал невероятные какие-то дела. И в итоге он, соответственно, вдруг стал читать книжки, философию преисполнился, там чувство собственного достоинства повысилось, высокомерие стало выше, чувство собственной важности увеличилось, и он такой, бах, а я теперь аристократа. Хотя Васёк, этот Васёк, у него родители были рабочими, он сам был рабочим, вообще все были рабочими. Вроде бы ему это не свойственно, должно быть это достоинство. Но вот как-то вот в итоге он становится человеком, который мнит себя достойным. Начинает защищать свою честь интеллектуальную в том числе. Говорит, что какая-то работа его недостойна. Хотя всю жизнь работал каким-нибудь охранником, там еще кем-нибудь, но тут теперь у него достоинство появляется. Эстетика тоже мне не кажется врожденной чертой. Доказательств, конечно, у Пинкера нет, но я, соответственно, также могу ответить. Пинкер, на мой взгляд, неправильно употребляет это слово, если считает ее врожденной. Как может быть врожденной эстетика, если она меняется у одного организма за всю его жизнь, притом много раз? За один год эстетические предпочтения одного и того же здорового человека могут реально несколько раз поменяться. А за десятилетия вообще радикально сильно. Про самовыражение вообще молчу. Для большинства здесь только слово и присутствует. Потому что большинство людей просто копируют дела других людей, в этом все их самовыражение. Для них нет этого само, у них просто есть выражение, и они выражают не себя, а они выражают других. Другие идеи, другие смыслы. Остается просто выражение. Да. Да и является ли выражение врожденным желанием или формируется средой, тоже хороший вопрос. Никаких убедительных доказательств Пинкер не приводит. Ну и, соответственно, что нам остается, замахнуть только руками и сказать, ну, бывает. Вместо доказательств того, что существуют врожденные желания, Пинкер начинает рассказывать, как не удалось исторически сломить человеческую, в кавычках, природу. Получается, эти вещи считаются Пинкером человеческой природой. Но доказательств того, что это природное желание не будет. Только опровержение чужих подходов через неудачный исторический опыт. Вот как-то так. Глава 10. Страх детерминизма. Страх детерминизма, еще раз повторяю. Почему понятие свободы воли так тесно связано с понятием ответственности? Почему считается, что биология угрожает и тому другу другому? Ну, вообще, обычно, да, почему? Потому что при свободе воли человек сам решает, что ему делать, а потому может нести полную ответственность моральную, в том числе. Прежде всего, моральную, потому что это христианский концепт здесь будет у нас, да, за свои поступки. Если человек собой не управляет, например, при различных заболеваниях психики и сильнейшем аффекте, ему могут либо уменьшить, либо полностью скостить строк. То есть, в современном законодательстве пунктик самостоятельным принятием решений имеет огромное значение. Я не говорю, что оно не может быть иначе, но если вдруг окажется, что поведение человека детерминировано, и он собой не управляет, то придется переделывать законодательство. В целом, Сопольский в этом плане довольно последовательно выступает за этот передел, если не учитывать его исходные аксиомы, которые можно считать сомнительными. В остальном, он довольно последовательный в этом плане, да. То есть, если все детерминистично здесь, если человек собой не управляет, ну, тогда давайте переделывать законодательство. Пинкер пишет, «Кажется, что биология человеческой природы относит все больше и больше людей к категории тех, кого нельзя винить. Убийца может и не быть сумасшедшим лунатиком, но с помощью новомодных методов у него могут обнаружить уменьшенное медалевидное тело, или сниженный металлболизм в лобных долях, или дефективный ген моноаминоклинидазы, который переводит его в разряд неконтролирующих свое поведение. Да, если для нас контроль поведения, пишу я, уже говорю я, крайне важен при вынесении вердикта, то это надо учитывать. Но мы можем построить законодательство по другому принципу, например, по принципу удержания опасных людей в тюрьмах. Тогда нам будет, в принципе, не так важно, насколько сильно человек себя контролирует. Ну, нам, наоборот, будет важно, да. Но просто, в общем-то, мы сможем удерживать людей в оковах, да, несмотря на то, какое вообще они преступление совершили. Случай с удержанием аргумент к биологии будет, наоборот, неплохо работать для увеличения срока заключения. Но тюрьмы будут выполнять функцию не столько наказания за преступление, а функцию удержания опасных людей от всех остальных, что тоже может быть довольно полезно для общества. Ну, как бы, скорее всего, если утилистеристически на это посмотреть, скорее всего, это будет довольно полезно. Хуже того, хуже того, пишет Пинкер. Биология может показать, что вообще никого из нас нельзя винить. Теория эволюции гласит, что настоящий смысл наших побуждений в том, что они сохраняли гены наших предков в окружающей среде, в которой эволюционировал человек. А поскольку никто из нас не осознает этого, никого из нас винить нельзя за соответствующее действие. Что вообще значит фраза? Я вас уже спрашиваю, да. Смысл наших побуждений в том, чтобы сохранить наши гены. Что за смысл? Мы про гены вообще не знали большую часть времени существования человечества. А сейчас большинство людей не понимает, что это такое. Мы можем придать этому смысл только в том случае, если мы знаем о генах, осознаем их, и для нас это реально какой-то смысл имеется в этом. Но у многих людей смысл генов не сформировано вообще в принципе. А для большинства людей в прошлом вообще не было никаких генов, они не знали ничего об этом. То есть человек, опять-таки, со словом употребление, как-то косячат, это немножко странно. Нельзя придавать смысл чему-то, если мы не знаем об этом. Эволюция не может придавать чему-то смысл, потому что она неживое разумное существо. Формулировки здесь, конечно, просто ужасные. Если бы природно были закодированы, если бы мы природно были закодированы на продолжение рода, даже не буду говорить про гены, то идеологии шайлдфри, гомосексуализм, асексуализм и прочие вещи встречались бы, ну, очень крайне редко у здоровых людей. Вообще крайне редко. Вообще редчайшие случаи были бы встречи. Это были бы какие-нибудь больные индивиды, скорее всего. Сбой программы должен был бы наблюдаться крайне редко. Но это не так. Он довольно частый. Ну, может быть, не 50 на 50, очевидно. То есть, да, но довольно частый. Более того, снижение рождаемости в развитых странах показывает, что для человека рождение детей, то есть распространение своих генов, не является основной ценностью. То есть, оказывается, теперь одна семья может завести неожиданно одного ребенка. Двух. Не 10, не 15, не 8. Двух. Двух достаточно. Одного даже достаточно порой бывает. Если бы биологическая программа работала так, как описано выше, то люди должны были бы рожать, как не в себя. Каждый год по ребенку, лет так с 12. Ну, или хотя бы, ладно, с 18. Чтобы произвести как можно больше потомства. Вообще реально лучше с 12. При каких черту 18? Если мы машины, если люди это машины по воспроизводству генов своих собственных, и у нас есть какое-то внутреннее желание эти гены распространять, именно гены распространять и размножаться. Ну, так вот, с 12 лет уже, в принципе, рожать можно? Можно. Поехали, соответственно, детей, короче, стругать. Как это было в прошлом далеком, когда девочек с 12 лет выдавали замуж, и в некоторых регионах до сих пор выдают. Ну, поехали стругать детей. Смысл жизни такой. С 12 до предела. Пока не умрешь. Может, умрешь во время родов, соответственно. Ну, главное, детей настрогало и нарожало, и гены передало. Но это же не так. Человек имеет свою собственную ценность. Человек понимает, что в 12 лет, наверное, не нужно начинать рожать. Хотя уже можно физиологически, но вот что-то морально не очень можно. Да и как ты ребенка будешь воспитывать, и кто его вообще будет воспитывать? А так, если бы это был механизм, люди бы об этом даже бы и не думали. Ну, типа, ну вот размножились. Ну, окей, бабушка с мамкой там, не знаю, с папкой присмотрят, с дедушкой. Все вместе. Пусть так. Пока сам человек в 12 лет еще продолжает воспитываться, да, и развиваться интеллектуально, он уже там родил несколько раз, да, там уже с 12 до 18. Там уже бабушки и дедушки всех воспитывают, там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это было бы так, если бы у людей была бы строгая биологическая программа, но, судя по всему, она вообще какая-то не очень строгая. И люди не осознают этот смысл размножения. Дай бог, люди испытывают, соответственно, похоть, и то ее можно по-разному трактовать. То есть, да, по своим собственным ощущениям, вот, собственно, так, как-то, эроса, по своим собственным ощущениям эроса, я бы вам сказал, что это довольно странная штука. Это довольно странная штука, которую, сигналы которой можно трактовать очень сильно по-разному. Ну, например, для многих людей это просто означает мастурбацию. Если ваша основная цель передать гены, почему бы, вот, вам там хочется секса, почему бы не запрограммировать так, чтобы вы просто бежали насиловать женщин сразу, а? Почему бы и нет? Хочется, вместо дрочки пошли, изнасиловали очередную женщину. Нет же, нет же, так не работает. И хорошо, что не работает, и не должно оно так работать. В принципе, человек может вообще без секса жить. Так вот оказывается. То есть, очень-очень легко оказывается обмануть природу, в кавычках природу, что природа тоже абстракция. Но почему-то фактически оказывается, что многие люди отказываются от потомства, и что самое главное, вот, девочки с 12 до 25 лет, девочки с 12 до 25 лет, они вполне осознанно отказываются от воспроизведения потомства, и там в 12, в 15, в 16, в 18, в 20. Они все еще такие, нет, мы не хотим ребенка, пока еще рано, не, не хотим, не хотим, не хотим, не хотим, вообще не хотим. То есть, да, до определенного возраста почти все люди child free. Ну, как бы, child free, они не хотят детей на данный момент. То есть, это значит, что буквально вот с этого возраста по этот возраст, у них нету такого желания даже, ну, на культурном уровне. Не только на культурном, но и на биологическом, значит. Ну, почему значит, почему значит, что и на биологическом тоже, биологический уровень здесь более глубокий, чем культурный, если там есть это желание, оно просто должно очень часто проявляться. Но женщины лет так до 20, 25, иногда 27, иногда 30, даже, ну, просто child free сами по себе. А мужчины, блин, вообще до конца жизни могут быть child free. А мужчины вообще по природе child free. Ладно, шучу. Не все, но многие, многие мужчины и до конца жизни могут сохранить вот такое вот положение. А многие производят одного-двух детей, хотя в условиях современного мира могли бы плодиться с невероятной скоростью. У нас медицина, у нас отличная система, в общем-то, у нас медицинская система замечательная. А ну-ка, а ну-ка рожай, 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 женщина, рожай как не в себя. Бля, ты этих, там, не знаю, каждый год рожай, каждый год, каждый год, короче, работай, рожай, работай, рожай, 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 распространяй свои гены, распространяй гены своего мужа. Давай, давай, действуй, работай, у нас все есть для этого. Раньше не было, раньше люди сколько рожали, там семьи гигантские были, по 8-12 человек, вообще как и изи. Изи, 8-12, изи, короче, легко. Ну, ладно, не легко, конечно, тяжело, и женщины, конечно, умирали в процессе родов, но природа зовет. Если природа зовет, ну как этому может сопротивляться? Нет, женщины не чувствуют ощущение, что они хотят постоянно рожать, каждый день рожать, каждый год. Не каждый год, каждые 9 месяцев рожать, да, в смысле год. В смысле год, блин, в смысле год. Вот 9 месяцев отстучало, еще сразу обрюхатели, и поехали дальше рожать. Рожать, 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 рожать. О, вот ген, это бы как передавались. Вот он единственный смысл. Вот бы тогда был единственный смысл, который заложен в нас в биологии и природы. Ну, он не работает так. Выпаси по тебе, люди, просто постудите, он так не работает. он работает как-то совершенно поиначе совершенно более утонченно его очень легко обмануть оказывается да и в целом там какие-то очень судя по всему простые механизмы работают типа эроса похоти страсти да то есть даже инстинктом полноценным не назвать соответственно такая странная штука есть у людей короче раз это этот раз очень сильно культурно привязано он зависит от культуры во многом не только от культуры но от культуры в том числе люди не хотят рожать многие и рожают меньше чем могли бы медицина позволяет им сейчас рожать бесконечно не рожают и сейчас люди скажут вы скажете что это плохая стратегия потому что это понизит выживаемость отдельных особей но в традиционных обществах всем было плевать при положении дел во много хуже раз худшей медицины люди могли позволить себе довольно большие семьи а тогда с едой проблемы были большие с медициной со всем остальным да и шанс помереть то время от родов был значительно выше и заболевания были куда опаснее соответственно почему опаснее потому что медицины нормально не было потому и опаснее соответственно то есть откинуться можно было ну очень 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 легко на мой взгляд тезис пинкера местный противоречит огромному количеству наблюдаемых факторов и фактов к сожалению да то есть стоит просто посмотреть на самого себя стоит просто посмотреть на других людей как они себя ведут стоит просто посмотреть на все вокруг и осознать что для нас для людей у нас нету такого смысла наших побуждений в том чтобы сохранить наши гены этот смысл в лучшем случае культурно нам предается по большей части а если у нас и вложен биологически то это проявляется настолько слабо что его можно игнорировать что его можно легко обманывать вы просто представьте на смысл распространять смысл распространять наши гены главное неожиданно а мы резинки натягиваем на свои органы там какие-то не знаю спирали в женщин вкручиваем простите я не знаю как спирали помещаются в женщин прошу прощения прошу женщины которые используют спирали я честно говоря не знаю как они работают таблетки какие-то пьют женщина что вообще происходит происходит на у нас это главный смысл неожиданно для большинства людей главный смысл не продолжить свои гены понимаете наоборот сделать все чтобы их не продолжить ну и вот обороняясь ученые пытаются отклонить обвинения в детерминизме уточняю что поведение никогда невозможно полностью предсказать но всегда вероятно даже в заветных мечтах самых твердолобых материалистов но она всегда вероятно кстати никогда не понимала откуда выросло убеждение о том что все детерминировано в науке и этого из этого и начали свои разговоры о свободе воли в философском дискурсе аналитические философы в философском дискурсе мне кажется тут попытаю тут проблемы возникли в согласовании но начались проблемы в согласовании свободы воли и доказанного якобы детерминизма то есть почему-то люди исходят часто из позиции что детерминизм науке доказан и вопрос заключался в том чтобы совместить свободу воли и детерминизм от философии его собственно этой аналитической там не доказан это детерминизм вот чем проблема и ученые многие такие детерминизм не детерминизмы я не знаю выйдут вероятности как бы исчисляем того чего где когда и прыжают на модели тут строим типа ну какая какой детерминизма типа не под ней до конца уверенно да мы тут не про детерминизм пишем а не лапласы в прочем не совсем понятно насколько наука вообще детерминирует наш мир ибо как верно пишет пинкер предсказания здесь всегда носит вероятностный характер а А предопределенность не обнаружена и не поддерживается даже теория эволюции. Ничто не предопределено, по большей части. Вы можете с некоторой вероятностью что-то предсказать, но не на 100%. Глава 11. Страх нигилизма. И кто сказал, что доктрина души более человечна, чем понимание разума как физического органа? Я не вижу никакого достоинства в том, чтобы позволять людям умирать от гепатита или быть разрушенными болезнью Паркинсона, когда излечение может быть найдено в исследованиях стволовых клеток, которые религиозные движения хотят запретить, так как в них используются группы клеток, совершившие онтологический скачок к божественной душе. Колоссальные страдания, такие как болезнь Альцгеймера, клиническая депрессия и шизофрения. Их можно облегчить, если воспринимать мысли и эмоции не как проявление нематериальной души, а как проявление психологии и генетики. А, да уж. И в итоге все пришло к этому. Как минимум Пинкер точно не осознает разницу между теорией и практикой. И приводит такие частные примеры того, что некоторым группам верующих в душу не нравятся некоторые практики. Но при этом многим нравится, заметим, да? Более того, первое предложение никак логически не соотносится с последующими пассажами. Этот аргумент из разряда «не веришь в гравитацию, значит выпрыгни из окна и проверь» это настолько же тупо, потому что конкретным феноменологическим опытом не доказывается существование абстрактных сущностей и объектов. Что с душой, что без души, практики, будучи феноменами, будут работать. Как минимум у нас есть предпосылки этого ожидать. А описательная теория, которая лежит за практикой, принципиально не важна. Лучшее, что может сделать теория, это облегчить путь к той или иной практике через мотивацию заниматься этой проблемой и собирать феноменологический опыт в области той или иной практики. Но для всего этого и теория не обязательно. Также, она не обязательна для создания математического аппарата, который будет описывать разные полезные корреляции между объектами наукой. Это одна из возможных стилистик ответов на вопрос «почему?». Подход с душами – это другая стилистика. И любая из них может описывать одни и те же практики. К сожалению, люди этого не понимают. То есть, да, опять же, Пинкер пытается сказать «наука, практика!» Ну, наука и практика, там вот эта вот линия, вот эта вот перехода от науки к практике очень сильно замылена. И скорее наоборот, линия перехода происходит от практики к науке. Сначала практика, потом наука. Потому что не имея практики, мы не можем объяснять практику, а наука в том числе её объясняет. В конце концов, идея души, живущей после смерти тела, не может быть справедливой, потому что она неизбежно обесценивает жизнь, которую мы ведём на этой земле. Как ни странно, я замечу, у христиан эта жизнь на земле чаще всего имеет очень большое значение, потому что именно она решает, как будет жить душа после смерти. В этом смысле для большинства христиан эта жизнь имеет очень большое значение. Ибо здесь решаются многое, и ставки делаются крайне высокие. А Пинкер этого тоже не учитывает, это, на мой взгляд, довольно странно. Потому что вот это решающее, здесь решающий момент происходит, не там. Там уже не происходит решающего момента. Там уже всё, конец. Там вы уже закончили игру, да, вы здесь играете, вы здесь делаете ставки. Вы здесь должны быть убеждены или не убеждены в Бога. А там уже всё понятно. Там уже ясно, обосрались вы или нет, понимаете. Там уже понятно, по каким причинам вы ведёте себя так или иначе, и те или иные эмоции испытываете, соответственно. Даже эмоциональный комфорт, пишет Пинкер, который дарит веру в загробную жизнь, имеет обратную сторону. Теряет ли жить смысл, если мы не можем продолжать её после смерти мозга? Скорее, напротив, ничто так не наполняет жизнь, как осознание, что каждый ощущаемый момент – ценный дар. Сколько схваток было остановлено, сколько дружб возобновлено, сколько часов не потрачено впустую, сколько знаков внимания оказано только потому, что мы иногда напоминаем себе «жизнь коротка». Ну да, вместо доказательства того, что жизнь имеет смысл без религиозного контекста, мы получаем какой-то детсадовский мотивационный пассаж. Какую обратную сторону имеет вера в загробную жизнь, нам не пояснили. Но после этого Пинкер начал какую-то совершенно идиотическую риторику. Каждый ощущаемый момент – ценный дар. Это что-то из Инстаграма, наверное. Только вот смысл в нём какой? Какой смысл в этом, в кавычках, ценном даре? В чём здесь смысл, Пинкер, объясни? Чё за смысл? Вообще вопрос о смысле жизни является довольно религиозным, потому что христианство, ну и многие другие религии, при этом в вопросе, как и ислам, могут отлично раскрыться и рассказать, что это наша жизнь, она греховная, она нужна для служения Богу, чтобы потом уже заслужить вечное блаженство. И в этом вечном блаженстве итоговый смысл. Смысл этой жизни очень велик, и ставки довольно большие. А Пинкер нам предоставляет цитаты из Инстаграма, которые не учитывают смысл в рамках философского религиозного дискурса. Да просто плевать. Что бы могли ответить христиане на это? Ну и разве этот смысл вообще ответили бы христиане? Смысл жизни также можно воспринимать телеологически, то есть целеполагание. Если у жизни цель, для христиан это благо, итоговое блаженство души, а благо и есть Бог. Для сиентиста-атеиста три точки. Непонятно. То есть сиентисты и атеисты, и в общем-то ученые, они не придерживаются телеологии, понимаете? То есть у них нет единой высшей цели, ни для чего. Вот и все. Для человека и христианина, внутри всей этой системы телеологической, есть большая цель, и есть большое устремление. А атеизм их нет. И это нормальная вещь. И все атеисты против телеологии, и Пинкер против телеологии, на самом деле. Почти все против телеологии из этого сообщества. Понимаете в чем дело? Но почему-то Пинкер пытается спорить с христианами на их поле. Рассуждать о каком-то высочайшем смысле. Но это не смысл, это типа, ну, блин, прикол какой-то, я не знаю, это фигня какая-то. Там нет телеологии, потому что в биологии нет цели. Эволюция не движется к развитию и усложнению ради какой-то цели. Она не стремится породить человека. Да и вообще она не является разумным агентом, который планирует свои действия, а лишь абстрактным механизмом, который мы описываем, который описывает некоторые окружающие нас явления и находки. Вот что такое эволюция. Это не человечек, это не бог, это не какое-то существо, это не что-то разумное. Это просто механизм. Целей в нем нет. Это не телеологический механизм. Это не тот механизм, в котором все движется к благу. Это даже не механизм, в котором все движется к развитию. Потому что это бах и умерли все неожиданно, кроме там 5% животных, и при том не самых, наверное, развитых. Да, бах и умерли. Все, конец. Конец истории. Динозавров больше нет, большинства. Все, что с ними делать? Да ничего с ними не сделаешь. Сдохли ваши динозавры. Все, конец, конец, короче. Вымерли ваши трилобиты тупые. Все, минус трилобиты. Крутые были трилобиты. А динозавры еще круче были, соответственно. Все померли почти. Вот что такое эволюция. Вот как она работает. Никакой цели нет. То есть, если бы она все время по одному вектору сошла к возрастанию, усложнению, было бы круто. Но вектор он не прямой. Да, постепенно все движется к усложнению. Некоторые виды прям вообще очень сложные. Но давайте посудим честно. Вы посмотрите на вирусы. Вы посмотрите на бактерии. Вот ребята реально процветают. Много видов, много разнообразия. Вообще прекрасно себя чувствуют. Вообще классно, классно, короче. Они себя ощущают. Их очень много. Их прям вообще огромное количество. Их дофига реально. И при этом все, ну, они какие-то не очень супер развитые, по большей части. И, честно говоря, ну, вообще-то, не внушают они уважения так нашего человеческого. Вот. И как бы, вот их много видов. Они процветают, они выживают. Эволюция для них вот нормально, вот так вот сделала, приспособила. Классно им. Ага. Так вот. Ну, почему светские мыслители боятся, что биология лишает жизни смысла, потому что им представляется, будто биология ставит под сомнение ценности, которыми мы больше всего дорожим? Да, ставят. А почему бы нам не согласиться с тем, что биология лишает жизни смысла? У всего есть своя цена. Пинкер не хочет платить цену за исследование жизни в натуралистическом ключе. Он как бы хочет усидеть на двух стульях, продолжая эти исследования и сохраняя при этом догматический религиозный дискурс о смысле жизни, непонятно зачем, который противоречит науке на самом деле. Как минимум, отказ от одной религии может реально лишить людей единого смысла. Это тоже правда. Как говорят, у каждого свой смысл, но это уже тогда нет никого единого смысла, нет того, чего мы больше всем дорожим. Но если смысл у каждого свой, то его и не существует вообще. Ну, просто именно потому, что тогда нет единого смысла. Если смыслы разные, у каждого они свои, значит, его просто единого смысла, общего, большого, важного не существует. Невозможно говорить о смысле жизни для всех людей, если мы размышляем в рамках биологии. Даже рассуждения о том, что мы должны передавать наши гены, и в этом наш смысл, опровергаются простейшими фактами окружающего мира. И при отказе не происходит никакого противоречия с той революцией. Да, всё нормально. Пинкеру неплохо бы смириться с тем, что при отходе от религиозности должны пропадать некоторые дискурсивные вещи, которые следуют из той или иной религии. Например, этика, ценности, смыслы, которые задавало христианство. Отдельно христианская этика, отдельно христианские ценности, отдельные христианские смыслы. Потому что без религиозного корня они больше являются необоснованными и скорее отягчают нашу жизнь. Всё, конец. Учитесь отказываться от христианства, если ваша позиция противоречит базовым его положениям. Пора бы уже этому научиться, атеисты. Сколько можно? Пинкер пишет. Но только из того, что устройство нашего мозга предопределяет способ мышления, не следует, что объектов, о которых он думает, не существует. Многие из наших способностей эволюционировали, чтобы взаимодействовать с реально существующими в мире вещами. Это громкое заявление, на самом деле. Жалко, что доказательств и подтверждений реальности объектов не будет. А так как доказательств здесь не будет, ибо это аксиома, то и всё рассуждение об эволюции в рамках науки строится на сомнительных основаниях. Да. Пинкер пишет дальше. Но даже если платоновская версия нравственной логики для нас неприемлема, вы можете смотреть на направленность, как на нечто большее, чем общественная норма или религиозная догма. Нравственное чувство, каким бы ни был его антологический статус, часть стандартного оснащения человеческого разума. Ну, как говорится, можно смотреть, а можно не смотреть. Проблема опять же в том, что тут нет никаких доказательств. И что автор скажет про нравственные нормы крестьянства как сопротивление жадности или борьбы. И что автор скажет про такие нравственные нормы христианства как сопротивление жадности или борьба с шревоугодием. Как они биологически обусловлены. Какой толк организму при наличии возможности накапливать или много есть и отказываться от этого. И вот именно такое, что у нас есть некоторое число, то, что у нас есть некоторые чисто общественные религиозные догмы. Фактически, люди в разных обществах и в разное время нарушали все возможные моральные законы из других культур. О таком нравственном чувстве вообще идет речь. Я его не ощущаю. Как видимое большинство людей в мире. Что вообще с этим нравственным чувством вообще в принципе делать я тоже не понимаю. То есть, фактически оказывается, что все нарушают, большинство людей нарушают нравственные законы из других культур, из других обществ, из других классов. Что делать? Как быть? Да никак. Не придавать биологического объяснения просто излишнего. Не фиксировать какие-то моральные догмы внутри эволюции, потому что это просто странно. Пинкер показывает себя как непоследовательный атеистический поборник около христианской морали, чем допускает в своем мировоззрении тотальное противоречие между биологическими взглядами и внебиологическими запретами, последний из которых он пытается оправдать научно. Это, на мой взгляд, неприемлемо. Да. Если мы так устроены, что не можем не думать на языке морали, по крайней мере, какое-то время и в отношении каких-то людей, значит мораль реально для нас, как если бы она была провозглашена всемогущим или записана на небесных скрижалях. Точно так же обстоит дело и с другими человеческими ценностями, такими как любовь, истина и красота. Ой, какой кринж. К вопросу, мы можем думать и без языка морали, и многие здоровые люди так и думают. Неожиданно. Дело с прочими человеческими ценностями так, вероятно, не обстоит. Как минимум, никаких доказательств от Пинкера точно не будет. Продолжаем. Любовь – это античный концепт, который перекочевал в христианскую религию. Подавляющее большинство представителей разных культур не испытывают этого чувства к своим партнерам. Да и сами греки были куда хитрее. У них было четыре типа любви. К женщинам чаще всего испытывался эрос – страсть и привычку – сторга. А вот к юношам уже вполне можно было испытывать филию, то есть стремление быть рядом с ним. Более того, не исключено, что эрос в Греции также распространялся и на юнош. Четвертый тип любви – агапа. Это любовь жертвенная, тоже очень культурная вещь, вообще на самом деле, культурно обусловленная. Из этих четырех ступеней и многих других состоит и современный концепт любви. Я не говорю, что люди не испытывают страсть. Впрочем, я сомневаюсь, что эта страсть обусловлена сугубо биологическими причинами. Оценки Пинкера автоматически на стороне биологии, потому что он не наблюдает и не наблюдал культурные процессы и несостыковки его биологических представлений с реальностью. Конечно, в других культурах мы обнаруживаем проявление четырех типов любви, но реально ли эти типы кто-то культивировал так, как это делали греки, ну или потом уже христиане. А ведь это принципиально важно. Я не буду спорить с Пинкером в том, что у человека есть возможность пробуждать в себе те или иные ощущения и переживания. Но я буду спорить о том, что эти ощущения и переживания биологически обусловлены и вызываются сами собой благодаря генетическим механизмам. То есть, да, нет, они, конечно, обусловлены биологически, наверное, в том смысле, что, наверное, именно биология стоит за возможностью испытывать те или иные вещи. Но вряд ли биология прямо внедряет в нас те или иные ощущения и эмоции конкретного уровня, да, конкретно, конкретно любовь, например. В этом плане здесь какая-то фэнтезия около научной, опять же, наблюдается. Короче, мания фантазии, мания мирок ученых, которым они пытаются все научно объяснить, ну, смешно. Истина. Чего, да, категория истина. Истинно за всю историю человечества было множество философских направлений, которые отказывались от термина истина, потому что считали его бессмысленным. Как такое возможно, если это записано в нашей человеческой природе? И как устроен некий разум, существование которого, кстати, так и не было доказано? Вероятно, эти люди просто сумасшедшие или нездоровые, раз уж разум у них так отличается от разума других людей. Ага. Я-то думал, что разум это способность работы с абстрактными концепциями, а не принятие морали и истины и любви. Я думал, что структура так называемого разума, все еще не доказанного, кстати, находится выше некоторых конкретных убеждений о том, что мы должны как-то себя вести конкретно, что-то конкретно чувствовать и во что-то конкретно должны верить, какую-то истину. Потому что именно в этом и заключается гарант того, что разум сможет структурно анализировать все эти вещи. Если любовь, истина, мораль встроены в разум сами собой, опять же, встроены в разум, что? Что? то у нас нет инструмента, который мог бы их анализировать и разбирать со стороны. Но как показывает практика, у нас есть такие инструменты и обычно мы относим их к области так называемого разума. Продолжаем. Врожденные представления о красоте это кринж. Это кринж, 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 ужасный кринж. Опять же, без озвучивания строгих аргументов в эту пользу концепция нелепая, абсолютно бездоказательная и противоречащая окружающему нас опыту жизни, историю, культурам и так далее. Чтобы верить в врожденные представления о красоте, надо очень сильно постараться, чтобы эту позицию обосновать. Слишком много фактов противоречат этому. Так, в предыдущих четырех главах это уже подведение итогов в главе, как я понимаю, да? Ой, тут много еще. Ну, нормально. Так вот. В предыдущих четырех главах я показал, почему новые идеи в науках о человеческой природе не ставят под сомнение человеческие ценности. Напротив, они дают возможность отточить наши этические рассуждения, поставить их ценности на более прочное основание. Кратко. Говорить, что дискриминация это зло, только потому, что люди не отличаются друг от друга, плохая идея. Говорить, что насилие и эксплуатация зло, только потому, что люди не склонны к ним по своей природе, плохая идея. Говорить, что люди ответственны за свои поступки, только потому, что причина этих поступков непостижима, плохая идея. Говорить, что наши мотивы цены для нас только потому что их нельзя объяснить в биологическом смысле тоже плохая идея офигенно ну давайте считать сколько раз пинкер ошибся во первых наука вынуждена ставить под сомнение человеческие ценности потому что она противоречит тому же христианство ценности в европейской культуре в основном христианством и заложены христианские ценности как часть человеческих неизбежно будут подвергаться сомнению и и провержению со стороны науки также многие моральные политические юридические философские многие другие ценности отрицаются наукой в самом их основании это нормальное положение дел нет смысла говорить людям ну мы ученые да мы исследуем но не отрицаем никакие ваши ценности еще как отрицаете и множество ценностей отрицаете почему бы не поставить под сомнение все эти ценности которые перечислялись что плохого вообще в дискриминации если мы посмотрим на это с точки зрения эволюции в животном мире дискриминация это норма к чему это привело в том числе появлению современного человека можно конечно отказаться от дискриминации в некоторых областях потому что это выгодно для выживания увеличивает качество жизни но избавиться дискриминации вообще невозможно отличным примером служит дискриминация которая идет от естественно научного сообщества в сторону других дисциплин включая философию как я уже говорил происходит научная экспансия в которой представители научной догмы дискредитируют унижают понижать социальный статус своих оппонентов пользуясь доверием общества и собственным авторитетом по разным вопросам это ведь тоже дискриминация и знаете что мне обычно отвечают на это сайентисты что это естественный эволюционный процесс выживают наиболее приспособленные наука лучше всего приспособилась к среде является сильнейшим и наилучшим направлением исследования но это звучит вполне в биологизаторском духе но я не совсем понимаю каким образом можно логически совместить биологию которая описывает историю становления мира через множественные дискриминации истребление видов и убеждение о том что дискриминация это плохо я думаю что для человека принимающего науку и только науку уже само рассуждение о том что дискриминация всегда и во всем плохо может подвергаться строжайшему сомнению и очень часто подвергается далеко не каждый сайентист как пинкер готов морализировать и параллельно на биологии описывать какую-то антибиологическую моральную картину при этом оправдываю ее эволюции также важно понимать что в среднем противники пинкеры не считают что дискриминация или насилие эксплуатация зло только по тем причинам по которым он указал пинкер не договаривает также важно заметить что люди считают что люди считают что те несут ответственность за свои поступки не потому что причина этих поступков непостижимы а потому что у людей есть свобода воли совершать эти поступки это разные пинкер в выводах намеренно обманывает нас потому что до этого прямо описывал концепцию свободы воли относительно последнего пункта мы только что на разобрали да вот пинкер пишет эти идеи никуда не годятся они превращают наши ценности в заложника в случае а потому что однажды научные открытия могут объявить их недействительными и это плохие идеи потому что они скрывают негативные аспекты отрицания человеческой природы преследование успешных агрессивную социальную инженерию списанию со счетов страданий людей и других культур непонимание логики справедливости и обесценивание земной жизни человека риторический кринж ввиду того что доказательств выше представлено нормальных не было здесь все самого начала и до конца риторика почти вся статья почти весь материал риторический более того он так рассуждает будто до этого описывал именно эти концепции ничего куда там не под не подложил не подставил это буквально ложь сначала и до конца ложь тут почти везде ложь 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 и недостаточные доказательства достаточных аргументов тут нет никаких сильных аргументов не представлено все категорически сомнительно самого начала причем настолько категорически сомнительно что опровергается первыми же в общем-то фактами которые в голову приходят пинкер продолжает разочаровывать по большей части особенно в области выводов продолжает разочаровывать то есть каждая попытка его сделать какой-то вывод оборачивается катастрофой на самом деле из-за ангажированности из-за научной предвзятости из-за отсутствия нормальной широкой плюралистической картины мира человек не может адекватно анализировать имеющиеся данные поэтому очень сильно торопится со своими выводами всегда везде и во всем и своих противников он унижает и не любит они для него не кажутся видимо основательными сильными классными хорошими людьми но просто ничтожество антинаучные ничтожество это печально это печально господа потому что наверное конкретно от пинкера мы бы хотели увидеть что-то более сильное более мощное более там не знаю все же это какой-то флагман научного мышления это все же какой-то флагман непосредственно для многих читателей сайентистов все же это человека которого читают все же он пишет бестселлеры вообще-то да это не просто какой-то вайска из подъезда это почтенный человек вообще-то это почтенный уважаемый человек крайне авторитетные его позиция авторитетно для многих людей очень обидно что в итоге все скатывается в риторический кринж недостаточный разбор позиции оппонентов клеветун небольшую такую на оппонентов до попытку все представить крайне ангажированное крайне неприятные нелицеприятно я к счастье кстати со своей стороны надеюсь что мне не полу но у меня наоборот получается представить все это не так ангажирована как это делает соответственно пингер и я к этому на самом деле стремлюсь чтобы вот мама и материалы не были ангажированы соответственно но в любом случае не знаю получается у меня это не получается судить соответственно вам мои дорогие зрители а так хочу сказать всем вам огромное спасибо за то что слушали этот материал еще три часа в копилку к пинкеру оказалось да да это много ну и соответственно мы будем продолжать обзор может я сегодня даже продолжим может вторую часть ну то есть точнее 4 части запишу сегодня и соответственно завтра запишу последнюю и в общем вот так вот она будет ну и получается что завтра видит вот это видео то есть в среду то есть субботу выйдет это видео после после завтра после воскресенья то есть понедельник и вторник выйдут остатки по любому при любом раскладе спасибо друзья я вас категорически люблю еще раз большое спасибо маленькую за заказ этого пинкера и большое спасибо маркусу готу маркусу готу большое большое спасибо маркус ты люблю тебя спасибо тебе большое все ребята удачи увидимся с вами на следующих видео приходите на мои трансляции хотите послушать такие вещи какие еще другие интересные вещи всегда разном готов рассказать об рассуждать о разных вещах включая науку философию искусство религию да и много других вещей которые для вас и для меня возможно интересно в общем приходите 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 всех вас жду